Истинная философия Характеристика мышления в его отношении к своему предмету, категория философии и культуры, обозначающая идеал знания и способ его достижения, правильное, адекватное отражение предметов и явлений действительности познающим субъектом, адекватное постижение предметов и явлений действительности. Даже при этом беглом просмотре уже вкрадывается сомнение об одном и том же этой статье или о разном. С одной стороны характеристика мышления, с другой стороны отражение предметов, правильное, адекватное. Еще больше вопросов возникает, если вчитаться в этой статье и прочитать, что же разные философы думают, понимают, подразумевают, когда произносят слово истина. Итак, истина – это соответствие знания объективного положения дел, содержанию абсолюта, врожденным когнитивным структурам, самоочевидности рационалистической интуиции, чувствительным ощущением субъекта, априорным формам мышления, целевым установкам личности, интерсубъективным конвенциям, эридическим образом, божественной мудрости, индивидуальному сенсорному опыту, общественно-исторической практике, форму психического состояния личности. Истина, как ценность, которая не существует, назначит, феномен мета-языка формализованных систем, спекулятивный идеальный конструкт и так далее, и так далее, и так далее, то есть неполный список. Возникает вопрос об одном и том же, они говорят или нет. То есть можно ли представить, зачитать этот список, что это, ну, по форме можно догадаться, что речь идет об истине, но что подразумевается одно и то же понятие. Правда, в некоторых статьях, ну, очень редко, буквально в одной энциклопедии встречается, что, да, действительно у нас появляется понятие истины, которое трактуется в узком и в широком смысле. В широком смысле это вот когда произнесутся слова «божественная мудрость», «еодические образцы», «бог», «наука стремится к истине», вот что-то вот такое, да. А в узком, когда идет речь об истинности предложения, об истинности соответствия этого предложения чему-то в реальности, об истинности вывода теоремы. Ну вот, если еще глубже копнуть, то вот даже вот это разделение на узкий и широкий смысл показывает нам, что вообще это два разных понятия, принципиально разных. Одно дело – истинность предложения, которое может быть истинным или ложным, которое можно доказать, которое сегодня истинно, мы считаем, а завтра оно будет ложным. Другое дело – истина, понятия. То есть это два разных понятия. То есть нельзя сказать, что когда мы говорим, что наука стремится к истине, что она стремится к некому предложению выяснить, оно истинно или не истинно, или ложным. Или когда мы говорим, что Бог есть истина, мы призываем, что Бог – это некое высказывание, и у этого высказывания есть истинность или ложность. То есть это два разных понятия. И очень странно, почему они не разделены в энциклопедиях. Да, действительно, все свалено в одну кучу. Хотя в русском языке есть два слова, которые, в принципе, следовало различать. Слово «истина» и «истинность». Мы говорим «истинность» – истинное предложение, истинное высказывание. И «истина», когда говорим о Боге, когда говорим о познании вообще, когда говорим о абсолюте, о мудрости какой-то. Да, поэтому лизонно было бы разделить два. И сегодня я четко буду разделять понятие «истина» и понятие «истинность». В английском тоже существует разделение, но оно менее принято. То есть «трус» и «трусостость». То есть там вот есть такое. Но обычно, говорится ли о логике, говорится ли о божественном проведении, все равно используется понятие «истинность». Ну и у нас тоже довольно часто это путается. И поэтому очень часто невозможно понять. То есть когда мы говорим об истинном решении задачки, которую можно посмотреть в конце учебника, да, и о истине, которую Бог, которая истинна, которая в нас. Сегодня, наверное, мы не успеем поговорить о большой истине, большой буквы, истине как о понятии нечто, не выражающееся в объекте, которому нельзя указать пальцем. Поговорим об истинности, подзумевая под истинностью темно-обыческое значение, что правильность, верность и истинность будем соотносить только с утвердительными предложениями. То есть истинность. Когда мы произносим слово «истинность», это мы говорим о правильности, верности предложений какого-либо языка. Обычного языка, научного языка, математического, какого угодно. То есть есть некое предложение, и у него есть такой атрибут, такая характеристика, как истинность или ложность. Вот ограничив, уже отделившись от истины, оставив только проблему истинность, истинность и предложение, мы замечаем, что вот в этой области существует тоже несколько различных теорий, несколько различных объяснений, а что же такое истинность. Наиболее распространенная – это корреспондентская теория истинности будем говорить, хотя традиционно говорят, корреспондентская теория истины. Но по-настоящему, если мы не можем сказать, что при помощи корреспондентской теории истины мы поймем, что такое Бог, понять. И можем говорить на языке корреспондентской теории, соответствует чего-нибудь «Бог» в реальности или не соответствует чему-то. Понятно, что речь идет об истинности предложений. Когда мы хотим сказать о выстинности предложений, мы говорим о корреспондентской теории истинности. Авторитарная теория истинности – это основанное доверие авторитету. Некто сказал, значит, это истинно. Истинное предложение. Программатическая истина – это полезное знание. Конвенциальная теория истинности – истинность не более, чем результат соглашения. Правила дорожного движения. На красный свет нужно идти. Истинное предложение. На зеленое нужно идти – это ложное предложение. Неистинное. Почему так договорились? Корреспондентская теория истинности. И когерентная теория истинности. Истинное предложение принимается как согласование с другими предложениями. Наиболее ярко – это в математике и в науке. То есть, если у нас есть теоремы, то есть аксиомы, принятые истинность которых принята изначально. И вот все теоремы и все предложения, которые будут выведены из этих аксиом, будут считаться истинными. И истинность их будет... Вот эта истинность, когда мы говорим об этой истинности доказательной, мы говорим о когерентной теории истинности. То есть, когда несколько предложений, по некоторым правилам из нескольких предложений вводится другое предложение, истинность передается правилами вывода. Гелетная теория истинности. В современной философии, ну и в логике, ну, наверное, это меньше, кстати, логики, философии, эти теории выступают на равных. И каждая из них, когда заявлялась, предлагалась как единственная верная, которая может объяснить истинность предложений. И у нас нет никакой вот иерархии, никакого соподчинения, мы не можем сказать, что вот эти теории, хотя области как-то более-менее очерчены, можно понять, где гелетная работает, а где, скажем, конденсальная, да? Ну, хотя в науке и в той же математике и конденсальная тоже используется, то есть мы договорились о терминах. Это конденсальная истинность, да? Они выступают вот единым таким полом, и во всех энциклопедиях, и везде, вот что перечисляется, существующие теории истинности. Вот такой список, их больше. Я взял самые показательные, самые те, которые наиболее часто встречаются. И теперь мы ставим задачу. Все-таки, что мы можем говорить об истинности предложений вне вот этих помянутых теорий истинности? То есть пока мы их оставили в стороне, то есть чтобы не ссылаться. То есть обычно, когда мы говорим о истинности, мы сразу привлекаем какую-нибудь теорию, вот эта теория нам говорит. То есть вот корреспондентская теоричность нам говорит. Если высказание соответствует реальному положению дела, значит, оно истинно. А вот без какой-то теории мы ничего не можем сказать об этой истинности. То есть вот сейчас мы попробуем изначально поговорить, а что же все такое, что такое истинность предложения. Вот так вот немножко отстранившись от всех теорий, которые у нас есть. Прежде всего, что мы можем сказать об истинности предложений? Посмотрим любое предложение. Что истинность предложения не абсолютна, а релитивна. То есть мы можем выбрать некое предложение и сказать, что в одном случае оно истинно, а в другом случае оно ложно. Снег бел. Это предложение истинно в русском языке и ложно на языке амазонского племени. И вообще неформулируемо. Ну, ложно, да? Либо мы берем предложение, скажем, на плоскости через точку вне прямой можно провести одну прямую, не пересекающую данную. Истинное предложение в эвклидовой геометрии, ложное предложение в геометрии Волочевска. То есть у нас характеристика предложения истинность, истинность как характеристика предложения, не абсолютна. И можно придумать огромное количество случаев, когда с одной стороны предложение является истинным, и то же самое предложение с другой стороны является ложным. А здесь у нас второй вопрос. А разве для некоторых предложение это действительно так? Есть же, наверное, предложение, для которых это... Да, можно сказать так. То есть в данном случае можно, конечно, придумать, но это дальше по ходу обсуждения. Я положу руку на стол, допустим. Ну, вроде как. Нет, вот скажем, если человек не знает, что такое стол и не знает, что такое рука, то для него это не является истинным предложением. Ну, действительно, не является истинным предложением. Оно как бы не ложным не является, просто для него оно... Ну, нет, нет, почему? Может быть, он на каком-то языке стол значит потолок. И когда ему говорят, я положил руку на стол, он думает, это это ложным, нельзя положить руку на потолок. То есть всегда нужно указать, в каком языке это говорится. Потому что само предложение, взятое само по себе, написанное на бумаге, вот просто взятое само по себе, оно может быть ложным и истинным, в зависимости от того... То есть мы берем самый-самый общий случай. Нет, ну здесь же есть хитрость такая. Вы сначала свели вопрос об истинности, к истинности предложений, а теперь у вас получается, что предложение должно быть в каком-то языке. Так, а может же вопрос как-то об истинности до языка как-то обсуждать? Нельзя так и обсуждать? Мысль там есть. Нет, мы сказали, что под истинностью мы понимаем правильность, верность. Так? В самом общем понимании каком-то. Вот что уточнять, что такое правильность и верность, наверное, уже не стоит. Это не стоит. Не стоит, да. Но правильность и верность в предложении... Правильность и верность в предложении. Нет, нет, предложение. Нет. Мысль, значение. Если мы выражаем мысль в виде предложения, это предложение. Субъекты должны прописать всегда правильный предикат. То есть мы говорим только о предложении. Если прописали субъекту правильный предикат, то это истина. А то, что если мы прописали ему неправильный предикат, это ложно. Ну в данном случае как это происходит в предложении? Да, ну в футбольный мячик круглый. В футбольный мячик... Я отвечу вам. В любом случае, если это смысл какой-то, если это какая-то мысль, то иначе, чем как предложение, оно не дано. То есть всегда, когда мы говорим об истинности или об ложности, мы истинности и ложности не в смысле истины, или я ощущаю, что она какая-то, не такая мысль моя такая, что я прыгаю от счастья. А предложение, оно всегда либо истинно, либо ложно. Это на самом деле хитрая позиция на этической философии, с позиции которой она всю другую философию критикует. Нет. А другая философия считала, что вот есть такой чистый мир таких вот мыслей или идей. Нет, может быть, относительно это язык. В данном случае есть, есть, конечно, этот мир. То есть позиция аналитической философии, она пыталась свести все к предложениям, и к истинности предложениям. Я об этом не говорю. Я говорю, вот нам дано предложение, и у него есть атрибут истинности. Все. А то, что вне этого есть еще целый мир, это не обсуждается. С точки зрения этого целого мира снег всегда белый. Для негра так. Нет, 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 не всегда белый. Но по определению, потому что это что такое? Он белый, нет. Снег белый, а по определению только в русском языке. Это предложение. Я чувствую смысл и смысл, а не предложение. А смысл, а какой смысл? Я смотрю, я вышел и смотрю, вот передо мной нечто. Пока я не произнес снег белый, я не могу сказать, что это истинно или ложный. О чем мы говорим? То есть истинно или ложный, только предложение. Не сам снег истинный смысл. Это мы говорим на другом языке, не говорим нестинный смысл? Что там мы говорим слово белое, а можно сказать... Эстетическое форма H2O. Да, пожалуйста, это будет другое предложение. При истинственном освещении будет иметь... Давайте так. То есть эту проблему, которую... Будет рад, что не сводится все к предложению. Но когда мы говорим об истинности, мы всегда говорим о неком предложении. О неком предложении. А в смысле это будет стать... Скажем так, сегодня, вот сейчас, мы говорим только об истинности предложений. Только об истинности предложений. А о том, что какие-то мысли есть, еще что-то, это отдельный вопрос. И как, скажем, из мысли получается предложение? Или как смысла получается предложение? И как образуется предложение снег белый? Мы немножко затронем это дальше. Но вот сейчас мы говорим именно о том, что перед нами есть утвердительные предложения. Не вопросительные, не сказать, утвердительные предложения. И мы говорим об истинности или ложных утвердительных предложений. Первый тезис, который мы сказали, что у нас нет представления об абсолютности истинности или ложности предложений. Оно может быть и истинным, и ложным. А можно вопрос? Да. Вы перечислили сначала несколько теорий истинности, да? А теперь я буду рассматривать не этих теорий. Так может быть это просто ваше, так сказать, очередное добавление тоже теории? Нет, но пока я сказал, что истинность предложений релективна. Это теория или нетеория? Нет, но это теория или нетеория? Ну, классифицировали как теория. Нет, это не теория. Это то, что нам дано до еще теорий. Это то, что мы констатируем. Мы констатируем, что мы можем разделить предложения... Все предложения повествовательные на верные, неверные, на ложные истины. Второе, что эта верность или истинность не абсолютна. Ну, можно сказать, что это теория в данном случае. Ну, скажем, зачатки вот той теории, которую я рассказываю. Но пока это не теория. Теперь, значит, следующий логический шаг, который мы делаем. Когда мы говорили о снеге, который белый, да, и говорили, что вот в русском языке он истинное предложение, вот это, да. Значит, мы подразумевали, что есть некий другой язык, в котором другое предложение будет истина. И наравне с этим предложением снега белый в русском языке существует и яблоко красное, мячик круглый, и еще куча истинных предложений. То есть, когда мы говорим об истинности предложения, мы всегда соотносим его к некоторому множеству истинных предложений, в которые он вписывается, с точки зрения, на которые мы смотрим. То есть, то же самое предложение, которое я зачитал под прямые, оно истинно вписывается в сумму истинных предложений в плитерой геометрии, а, скажем, есть некая сумма истинных предложений геометрии Лобачевского, в которой данное предложение ложное, но там есть свои истинные предложения. То есть, мы сталкиваемся сразу, когда начинаем утверждать релятивность предложений, истинности предложений, что у нас есть некие миры отдельные, логические множества, которые соединяют вместе истинные предложения. Я предложил назвать эти множество предложений логическими мирами. Точнее, наверное, было бы говорить логиками разрешенно-лингвистические миры. То есть мы представляем, что, скажем, есть некая религия буддизма, и в буддизме есть множество предложений, которые истинны в этом мире буддизма. Есть, скажем, Коммунистическая партия России, есть множество предложений, которые истинны в политическом этом мире. И есть Геметрия Лобачевского. То есть мы всегда можем указать, то есть сам факт, когда мы говорим, что предложение истинно, мы относим его к некоторому логическому миру. Так называемый, я его назвал. Почему? Потому что он довольно автономен и замкнут и самосогласован. Термин такой я ввел. Можно поспорить, правомером называть ли это логическим миром. Ну, вот такой термин. И теперь, когда мы ввели этот термин, мы можем уже более точно определить, что же такое истинность предложения. Это значит, истинным в некотором логическом мире следует считать предложение допустимое, верное, правильное, несомненное в данном мире. Так это понятно. Но это вопрос синтаксиса. Это не синтаксис. Есть синтаксис, вопрос синтаксиса. Это не синтаксис. Но хотя в буддийском мире у него есть синтаксис. Это не синтаксис. Чем отличается синтаксис геометрия Лобачевского от геометрии Эвклидова? Там логика, там разные аксиомы. Это не синтаксис. Это не синтаксис. Внутри языка это синтаксис. То есть внутри одного языка... Я хочу сказать, что вы знаете, мне нечто другое. Я хочу сказать, что мне, естественно, думать, что истинная такая штука, которую проверяема на практике. Аксиомы коммунистической партии, которые проверяются, коммунистической партии, проверяются на опыте. Аксиомы и буддизмы тоже проверяются на опыте. Аксиомы Лабучевского аксиомы на опыте не проверяются. Так. Вот так даже, да. Значит, мы должны... Взяли, поставили эксперимент. Захотел, стали молодой, оп, а так. А не получилось. Значит, мы должны сказать, что вот у нас есть две партии, одна коммунистическая, другая, скажем, некая либеральная, да. И у одних набор истинных предложений, и у других набор истинных предложений. Одни говорят, что ваше нужно относить, а наше, а ваше нужно. И как мы? Мы должны отказать в истинности предложению, когда человек... Мы должны, да, проверить его на практике. А что значит проверить на практике? Да что, что угодно. Ну, хорошо, хорошо. Я, 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 я утверждаю, что... Тезис, как у вас в своей борьбы. Нет, 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 поэт Иванов является поэтом, и это истина в моем логическом мире, а другой утверждает, что поэт Иванов в дерьмо, и это ложным его, и что тогда? Проверить это на практике. Как проверить на практике? В моем... Взять стихи поэта Иванова, прочитать их, и это будет ясно с самого начала. Да, я прочитал. Ну, и понятно. И в моем мире они истинные. Ну вот, есть стихотворение, как и в музыке, есть некие абсолютные критерии? Нет, 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 нет. Ну, нету никаких. Есть, есть, да, нет, есть абсолютные критерии. Поэтому любой человек, начитанный поэзией, есть два знатока музыки, поэзии, один будет говорить, что этот композитор ничто, а этот гений. Не, подожди, а можно замечание сделать? А почему вопрос, как бы, о хорошем, плохом, там, да, о красивом и безобразном, свели к вопросу об истинности? Точнее, есть предложение, вопрос истинности. В разном языке. Да, в вашем высказке, оно говорит, что мне этот поэт очень нравится. Да, да. Ну, если иначе оно делается. Да, я думаю. То есть, это, этот нраме, а тут ненраме. Да, это, почему мы отказываем, почему предложение, то есть, скажем, вот мы взяли все высказывания, мы никогда не дойдем. То есть, очень интересно получилось, что вы сами заткнулись. Мы взяли все ваши высказывания, философские, да, которые вы считаете истинными. Истинными, да? При этом, я их не считаю истинными. То есть, у меня другие, они уложены, а у меня другие истинные. То есть, в любом случае, всегда, любому предложению можно приписать характеристику истинности. Но не абсолютно, а только приписав его какому-то логическому миру. То есть, вся сумма ваших, произведенных вами предложений, обладает истинностью в вашем мире. Но в моем они не обязаны. Почему? Подождите, я как-кар-кар. Да, это его... Это будет истинное высказывание? Если вы не показываете... Если человек посчитает, что оно истинное... Почему мы отказываем его считать, что оно истинное? Не, ну просто предложения же много характеристик имеет. Почему? Нет, в данном случае мы говорим только о одной характеристике. Я понимаю, как и странно, на самом деле. Есть предложения оценочные, и мы должны эти предложения тоже считать истинными или ложными, хотя не оценочными. Утвердительно. Любое утвердительное предложение обладает истинностью или ложностью. — Вот я и хотел как-то вот это вот. — Любое утвердительное предложение. — Я понимаю. Вы с Аристотелем пытаетесь солидаризироваться здесь, а я пытаюсь с тобой. — Нет, я просто утверждаю. То есть это как бы, ну... — Вот, например, в предложении «Завтра случится морское сражение» — оно истинное или ложное? — Это... Ну, в данном случае мы не берем модальное будущее, не рассматриваем. — Мы говорим «Утвердительное». — Она тоже утвердительное. — Что? — Она тоже утвердительное. — Нет, давайте... Вот это не... То есть можно в это влезать, но это не тема обсуждения. — Нет, я понимаю. Просто... — Это не тема. Берем утвердительное предложение о настоящем. — Нет, просто... — Вопрос состоит в том, что, может быть, и другие предложения. — Нет, просто... — Скажем так, нет. — Мы не можем, мы не можем сказать об истинности этого предложения. Не можем. — А когда мы можем... То есть мы говорим только о тех предложениях, когда мы можем. — Я понимаю. Вопрос просто следующий состоит. — Если вы выделяете миры, то, видимо, мы должны тогда всё-таки подвергнуть сомнению факт, что любое утверждение является истинным, если есть миры. — А если, как бы, у нас один мир... — Нет. Почему? — Могут быть... Давайте... — Потому что, получается, странно. — Что есть... Нет. Скажем так сформулируется. Если у предложения есть истинность, есть истинность, то оно принадлежит... То есть эта истинность утверждается только в каком-нибудь логическом мире. А если нет истинности, то и говорит ничего. — Нет, хорошо. В этом логическом мире оно истинно. — Одно и то же. А в другом логическом мире... — Может быть, ложным. — Оно ложным. — Может быть, ложным. — Вот это и наводится, что если предложение одновременно и истинно, и ложно... — Ну, ну как, я тебя зачитал предложение... — Значит, эта характеристика странная, её надо снять. — Почему? — Зачем предложение оценивать, если оно, на самом деле, перелективное и зависит от какого-то мира? — Да, от каких-то обстоятельств... — Ну, а как же, а как же? — Ну, на самом деле, через точку, вне прямой, можно провести одну прямую, не пересекающую данную. Предложение. То есть, когда я оперирую внутри в клиновой геометрии, мира в клиновой геометрии, я должен быть уверен, что оно истинное, что оно выведено из аксиом, принятых в этом мире. Мне нужна... Зачем мне абстрактная истинность? Мне нужна истинность... То есть, допустим, или другой пример, более простой. Мы с вами разговариваем на философскую тему. Я знаю, что для вас является истинным предложением, да? И я буду на вашем языке использовать его как истинное в доказательстве чего-то. Хотя я сам могу считать, что оно не истинное. То есть, истинность нужна только прагматично в конкретных общениях, в конкретной коммуникации, внутри конкретного мира. Для этого. А не вообще, чтобы утверждать, что вот это абсолютно истинно, а это абсолютно ложно. Вопрос такой вот с этими... Я просто подумал насчет геометрии. А не получается ли так, что то, что называет истинность, это просто осмысленность? Нет. Одно предложение осмысленно, а другое... Нет. Дело в том, что это две разные вещи. Можно сформулировать осмысленное предложение, но оно не будет истинным в языке каком-то. В таком-то языке математике можно сформулировать осмысленную теорему, но не доказав ее, она не будет истиной. Поэтому это разные вещи. Осмысленность и истинность. Истинность – это когда точно доказано, то есть точно есть. Вот есть как бы механизм утверждения. Вот если мы вывели из аксиона, вот теорему привели, пока она не доказана, она осмысленна, она сформулирована правильно на этом языке, но не истинна. Когда мы истинность передали от аксиона, доказали эту теорему, она стала истиной. Истинной. Просто можно ли утверждать, что прямые в геометрии Лобачевского и прямые следы геометрии – это одни и те же прямые? И утверждение, на самом деле, ведет речь об одном и том же. Можно ли так утверждать? Мы говорим не о поэте, мы говорим то, что мне нравится в стихотворении, мы о себе говорим. Игорь, все правильно. Я знаю, что этому человеку, Игорю, нравится такой-то поэте. И в общении с этим человеком, когда он это говорит, я знаю, что это истина для него, истинное предложение. Я пойду говорить с другим человеком, у него будет не нравиться, я буду знать, что для него это не истина. То есть истинность предложения мне нужна конкретно знать для коммуникации, что, а не абстрактное. И я полезу, ах ты ложное говоришь. Вот я сказал Сидорову сейчас говорил, а он говорит другое. На самом деле я понимаю, что вы говорите. Вы имеете в виду, что в коммуникации, конечно же, речь всегда идет, когда... А о чем еще нужно? То есть когда мы оперируем... Просто наука, она не коммуникативна. Наука просто говорит. Какашка. Но коммуникация отдельных предложений внутри... Я не говорю под коммуникацией, я подрываю отношения предложений. Отношения. Они могут быть отношения к человеку высказаны, и эти отношения могут быть установлены в науке. Вот одно высказывание, одно предложение, вот другое предложение. Я должен знать, оно истинно или ложно. Можно ли из ложного делать истинного, или наоборот. И я внутри, да. Вы знаете, у меня такой вопрос. Может быть, все эти вопросы вызваны тем, что... Вы бы сказали, к чему весь ваш доклад, так сказать, как бы, ну, в конечном итоге. Я предполагаю, вот это. Вот к этому, как раз, к чему мы идем. Правда, мы замедлились, вот. Но, как бы, вызвало два... Две проблемы. Что сначала было согласие по поводу революционности, да, а потом какое-то сомнение. Вот. И потом, как бы, вот, принято... А можно ли мы говорить об истинности? Ну, конечно, об истинности. То есть я должен знать, вот, в конкретном месте, где я нахожусь, скажем, придя в буддийский храм, что мне нужно делать, а что нельзя делать. Что является истинным предложением. Или, когда я еду по дороге, скажем, переезжаю из Франции в Англию по тоннелю, да, под Ла-Манши, я должен знать, что у них по правилам нужно ехать справа, а не слева там, да. И это является истинным. То есть я должен знать. Предложение такое, что, понимаете, истина движение там правосторонней или левосторонней. Нет, не только это понятие правильность... Да с правилом истинность, да, истинность вот тут. Я скажу скажу... Но у discarding получается? anchor получается муру. Правильность, оценочность, нравится в на Ohio?. А в России . ИстинностьД 설명. Потому что, вы согласились, что под истинностью можно понимать правильность, верность. Когда мы доказали теорема, она стала правильной и верной. То есть... Правильное и правильное поведение человека. Нет, в данном случае мы говорим только о предложениях. То есть слово «правильный» используется еще и для предложений, а «истинность» используется только для суждений, для предложений. Но относительно суждений и предложений правильность, верность, истинность – полный синоник. Относительно предложений. Хотя правильность в другом месте можно к другому применять. Понимаете, мне кажется, тут может быть такая вот казуистика есть, конечно, но мне кажется, что если мы уделяем отдельные миры, что мы вполне можем делать это, понятно, да? То тогда все оценочности, всякого рода многозначности, она сразу может действительно свести к истинности и ложности. Ну, конечно. Так получается. Но не потому, что на самом деле изначально это так. То есть вот правильность, неправильность, нравится, не нравится там истинная ложь. Если можно свести, если миры, много миров, то между мирами все эти как бы вроде различные характеристики, с точки зрения посмыслов, на самом деле превращаются в одну характеристику. Истинность и ложности. То, что когда миры как бы соприкасаются, для них только одна эта характеристика является существенной. То, что нравится или не нравится, это не та характеристика, в которой выступают миры противоречивания. Нет, делать вклад. То, что огромное количество, другое может быть. Мы в данном случае говорим только об истинности. Нет, у вас получается правильность, неправильность. Это истинность. Хороший, плохой. Нет, нет, нет. Красив, безобрал. Нет, нет, нет. Ну, положительность, это отрицательность. Да, да, да. Ну, ладно. То есть, что в предложении констатируется, не берется. Мы не рассматриваем что-то. То есть, когда я говорю, что... Когда получается, вот вы тогда... Истинно в понимании... Соленаризируйте с Верачевым, да? Причините с чего? Ну, а есть некий субъект, высказывая... Нет, нет, нет. Нет, ну, смотрите, здесь очень важно, что именно субъект высказывает какое-то... Нет, не важно что. Не важно, что субъект. Он присваивает субъект, высказывает истинность присваивает. Или положено? Какой субъект в геометрии? Никакого субъекта. Здесь не важно. Где-то есть субъект. То есть, скажем, где-то есть, где-то нет. Но в данном случае не важно. Я же не утверждаю, что это всегда субъект. Это вы так ограничили. Нет, ну, в геометрии нет. А вот, например, человек говорит, мне вот этот поэт нравится, а другой говорит, мне не нравится. Значит, истинность придает как бы именно субъект. Нет. Нет, не всегда. Не всегда. Про субъекта. Без разницы, есть субъект, нет субъекта. Совершенно не имеет значения. Мы берем множество истинных суждений, которые, ну, вот почему-то два человека, скажем, решили, что вот это истинное суждение. Вот решили. Вот они общаются. Вот так и понимают, что это так и есть. Или договорились о чем-то. Конвенциально. Что у них вот некое действие обозначается каким-то предложением, и оно истинно. И этого достаточно, чтобы вот в их логическом мире считалось, что это предложение истинное. В других логических мирах оно может отсутствовать, или быть бессмысленным, или ложным. И нам ничто не запретит выделить эти логические миры и утверждать, что у некого предложения есть истинность. А что в самом предложении сказано? Оценка сказана. Мне нравится или не нравится. Что я вижу. Или что мне кажется. Ну вот скажем, мы берем, на кого летит ангел. Это истинное предложение или ложное? Для кого как? Для кого как? А если я скажу, я ку-ку-ку-ку-ку? Ну, если вы считаете, что это истинное, значит оно будет истинным. Правильно. Если вы считаете, то есть истинное. Все правильно. У вас тезис будет такой, что я бы не сказал, какую чушь, например. Я ку-ку-ку-ку-ку. Всегда найдется такой мир, в котором мы... Да нет, не какой-то мир, а ваш мир, конкретно. А что? А если даже в моем мире не грязь здесь? Ну, это не истинное. Потому что я считаю, что выражение ку-ку-ку вообще не имеет никакого значения. Нет, вопрос такой, что если человек сказал, что в его мире это истинное предложение, оно истинное, значит оно является истинным в его мире. Ну, мой тезис, я ку-ку-ку, всегда найдет такой мир. Да нет, не найдется... Егей, просто тезис-то следующее. Получается, что истинность предается извне, как бы субъект утверждает, что вот это то, что я скажу, истинно. Ну, с чем? Нет, это субъект. Нет, я понимаю, что не обязательно, но в данном случае вы это к этому оперируете. Нельзя же сказать, что у предложения есть имманентная истинность. Нельзя, по вашему нельзя получать. Нельзя сказать, что у предложения есть некая имманентная истинность. Да. Даже если нам... Если бы мир был один, может быть... Нет, нет, нет. А по-нашему состаться? Снег белый? Нет, даже если мы признаем, что существует некая корреспондентская теория истинности, да, то даже согласно этой теории нельзя сказать, вот просто так взять предложение, что оно истинное. В любом случае всегда нужно что-то предъявить, что-то сказать, что-то как-то сделать. А вот так само по себе оно не может быть. Нет, ну да, еще получается такой момент, что тогда истинность, истинность, она вообще... Даже истинность, даже не слово истина, а истинность высказания, имеет ли она вообще какой-то смысл? Конечно. Нет, нет, ну просто, если говорить о соглашении, скажем, человек сказал, что вот, допустим, там, я не знаю, там, дважды два пять, допустим, его там, в его системе истинно, да? Я беру научную теорию. Да. Научную теорию. Завтра он скажет, что два в шесть. Это понятно, если не пускай. Всегда найдется такой человек, в этом... Да не всегда найдется, нельзя сказать, всегда найдется. Хорошо. Ну ладно, я, я, два в два равно пять. Все, пускай. Это истина. Это истина в вашем мире, вот и все. А что за истина? А через секунду он скажет, что дважды два раза. Да пускай скажет, что его не поменялось. Нет, подождите, и смысл такого. Да, непонятно смысл такого. Нет, смысл-то понятие. Я объясню почему. А почему выяснился понятие? Мы дальше просто не прошли еще. Нет, во-первых, то есть нам нужно, когда мы говорим об истинности, когда мы говорим об истинности предложения, мы обычно начинаем говорить о предложениях. Мячик круглый, снег белый, солнце восходит на востоке, заходит на западе. Вот о таких предложениях. И там нам кажется, что вот они, эти предложения, могут обладать абсолютной истинностью. Но предложений в нашем мире огромное количество. Огромное количество. От таких вот очевидных, что снег белый, до абсурдных. Я считаю, что это важно 2,5. И если мы хотим хоть как-то однообразно об этом говорить, то мы должны иметь общее представление, что такое предложение и что такое его истинность. То есть если мы говорим, что предложение истинно такой-то научной теории, скажем, квантовой механики, такое-то предложение считается истинным, это большой вес. То есть мы будем прислушиваться к этой истинности и не будем с этим спорить. Если мне скажут, что придурок Вася подошел и сказал, что 2,2,5, я понимаю, что есть маленький мир этого Вася. Я к нему прислушиваться не буду, но спорить не буду. В его мире это истинно. То есть мы не должны вот из-за того, из какого это мира, говорить. То есть мы можем сказать, что наплевать на это. Я клюю, что он считает это беседным. Тут то, что я услышал, истинность или ложность предложения, она связана с культурным контекстом, культуральным. То есть если мы будем говорить с индейцами о квантовом мире, то для них это пустой звук абсолютно. Да. Вот же так же Вася, мы даже не знаем, есть ли он или нет. Но привязка к окружению, к среде, в которой высказано, она, соответственно, может быть ложным или нет. То есть как в древности, когда говорили, сколько людей на кончике иглы. Вы немножко пропустили. То есть вы пропустили термин, который я ввел, это логический мир. То есть есть логические миры, некоторые логические миры, совокупность истинных предложений. Логический мир русского языка, да, и логический мир кантра. А что он отличается от культурального контекста? Дело в том, что, я скажу, что мы можем сказать про научную теорию культурального контекста? Да. Нет. С некоторым условием, да? С некоторым условием, да, без износителей. То есть скажем так, что в данном случае, это обобщение. То есть когда мы говорим о культуральном контексте, мы, в принципе, где-то на социологии и культуре. Я хочу говорить о любом, о чем угодно. Так вот, я не знаю, о высказывании, например, и моего любимого проекта Росик Мандельштам. Да. Оно принадлежит к логическому миру, а все-таки культурному контексте и дискурсу. Нет, Игорь, Игорь, извини, я же зачитывал изначально. То есть это термин. И я же говорю... Не логический мир. Нет, нет, нет. Это дискурс. Ну, дело в том, что дискурс. Не всегда дискурс. Есть, скажем, логический мир какой-то теории, это не дискурс. То есть, скажем... А почему мирологическая теория не дискурс? Дискурс? Ну, не всегда, не всегда. То есть... Мне никакого не ответственность придурка, да? Дискурс? Дискурс. Дело в том, что я изначально сказал, что это логика мировоззренческо-лингвистические миры. То есть полное название. Логика мировоззренческо-лингвистические. Контуральный контекст – это... Да, можно использовать. Можно сказать, что синоним. Можно сказать, да. Но в данном случае, чтобы не говорить в контуральный контекст, и когда будет непонятно, что это, и когда можно спорить, что в данном контексте... Его не определишь. Вот как этот контекст? Его, скажем... Можно сослаться на него, но не определишь. А логический мир определяется точно. Это множество истинных суждений. Множество истинных выражений. Вот это... Я определяю его так. А культуральный контекст — это не только предложение. Нет, ну это получается, что множество истинных суждений, принятых как бы к... Ну вот, да, да, да. Объединенных едиными правилами утверждения истины. Но это и есть культуральный контекст. В рамках культуры люди полагают, что это истинно. Да, все правильно. Но точнее, то есть культуральный контекст распространяется шире, чем множество предложений. Ну да. А я говорю только о предложениях. Поэтому я для того, чтобы не говорить шире, ввел термин. Скажем так, логический мир — это множество... То есть это по-прежнему культурального контекста. Сейчас дополню, да. Это множество истинных предложений культурального контекста. Вот так же. Потому что это неравномочные множества. Есть логический мир, это множество предложений. Мы говорим только о предложениях и только об их истинности. Да, ну только сейчас можно? Да. Получается, что такое множество его как бы... Оно как бы совершенно не определено. Если мы говорим о том, что... Один человек принял нечто за истину, через минуту он может принять другое. Но они меняются. Они меняются. Естественно, что, скажем, логический мир коммунистической партии XVIII века и XXI века разные. Они, естественно, меняются. Логические миры меняются. А они белые остаются. Входят. Некоторые суждения. А некоторые считаются... Новые, да? Некоторые считаются ложными, и бывают. То есть в данном случае... Миры меняются, а соль становится белым. А вода мухает. Вот, то есть какие-то... Да. Слушай, Игорь, вот еще не очень... Чего-чего-чего? Нет, тут вижу, все дальше. Да, да. Хорошо. Значит, и теперь мы можем истинность уже определить как принадлежность. То есть когда мы говорим, что предложение является истинным. Это ничего другого не значит, кроме того, что это предложение принадлежит некоторому логическому миру. То есть и когда мы говорим, что предложение истинно, то мы автоматом должны указать, о какому логическому миру он принадлежит. В каком логическом мире оно истинно. Как... Любое движение в каком-нибудь мире истины. Нет, не обязательно. Ну как так? Ну, я могу призвать, что вот брын-брын-брын, но может не принадлежать ни одному логическому миру. Но вот Игорь... Нет, 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 если... Если ты скажешь, что в моем предложении брын-брын-брын истинно, значит оно принадлежит. Если он просто скажет брын-брын, вот я подхожу, на столе написано предложение какое-то. Набор слов. Ну, мы все, вот все такие набор слов я беру к себе в мир. Нет, никто не берет. Нет, я могу сказать правду, которая в любом контексте будет ложная. Я всегда говорю ложь. Ну, это... Не интересует проблема лжи, а интересует проблема лжи. Я никогда не говорю правду. То есть, не берем граничные парадоксы и все прочее. Нет, парадоксы не будем, потому что это особая проблема. Да, поэтому в данном случае, то есть, когда, скажем так, предложение, о котором не сказано, что оно истинно или ложно, ну, оно неизвестно где, да? Но когда я утверждаю это предложение... Субъект важен все-таки? Что? И каждый раз вы оперируете к какому-то субъекту, который... Кого субъекта? Нет. Либо мы говорим не субъекта. Либо мы говорим не субъекта. Истина независима от субъекта, либо субъект утверждает, что оно истинно. Нет. Мулат, если нужно четко различать, что когда я присваиваю эту истинность, я говорю, что оно истинно в моем мире, да? Я присваиваю ему истинность или доказываю, да? А другое дело, я констатирую, что оно истинно. То есть, мне сказали, что вот это предложение истинно, да? И поэтому... То есть, я не сам его утвердил, что оно истинно. Ты говоришь, ты сам утвердил. Нет, можно и сам его утвердить. Как это делать, мы не берем. Мы вернемся, как это делается. Нет, просто из этого следует, что любое предложение... Но любое предложение воспринимает человек. Без человека предложение не существует. И истинность любого предложения констатирует человек. Это все правильно. Но я могу написать на бумажке. Предложение истинное и уитинное. Нет, просто как в математике. Существует такой мир, в котором любое предложение наперед заданное будет истинным. Потому что найдется какой-то N человек, который скажет, что это предложение истины. Ну и может быть. Это сразу. Нет, ну и пускай нет. Дело в том, что его выбор для... Понимаете, к чему вы прицепите? Такого не может быть. Чтобы любое предложение было истинно в одном мире, потому что они... Нет, не в одном. Нет, нет. Понимаете, что получается? Вот я опишу ситуацию. Что есть у нас большие глобальные миры, логические, которые нас интересуют. Мир науки, мир конкретной теории, мир конкретного языка, мир конкретной религии. Но мы, вместо того, чтобы заниматься вот этим, стали говорить, ну есть еще в первоквасе, и как нам с ним быть? Да никак нам с ним не быть. Мы будем констатировать, вот все, что мы говорим о мире религии, мы и туда скажем. Но это не имеет значения. Понимаете? Что вот у буддизма есть свой набор истинных предложений, да? И мы к ним относимся серьезно только потому, что это мировая религия. Если Вася завтра мне скажет, я создал новую религию, и в ней есть вот такие-то истинные суждения, такой набор догмат, то есть логически это будет одно и то же. Абсолютно одно и то же. То есть мы теперь говорим о мощности логических. Но в данном случае, в данном случае, Васю можно плевать, а на буддизм нельзя плевать. То есть критерием является количество адептов. Скажем, когда Мухаммед подошел, вот один и написал, это был тот же самый Вася. Не, ну интересно, смотрите, у Вас, поскольку любое предложение в принципе может быть истинным. Не любое предложение, я же сказал такое, что любое предложение может быть истинным. Ну, какой-нибудь человек скажет, что это истина. Ну, только тогда, конечно. То отсюда у вас возникает новая необходимость классификации по значимости. Вот там будет. Да нет, но это... Это не по значимости, а Вася как это? Ты кто такой Вася? Нет, слушай, Влад, в данном случае это делается двояко. Двояко. Либо, каждый человек считает для себя. Ну, вот, как за счет... Хотите считать Васю? Вдруг эта жена Васи, она будет считать, что это вот последняя инстанция... А зачем выстраивать вторую классификацию по верхней? Да не вторую. Если нужно одну взять, истина одна, одна классификация по истина. Да у нас нет, и получается же на существо. Ну, вторая по значимости. То есть, буддизм истина более истинная, чем истинная. Да нет, более-менее. Нет, более-менее. Вы говорите, что у нас существенные там. Нет, ну, в данном случае нам обсуждать интереснее. А мы же идут какие-то палачи. Мы же не скажем, что они истины, но они на существо. Почему у вас вызывается какое-то сомнение, что некое положение буддизма является истинным буддизмом, а вот некое положение Васи, васизме, вас вызывает какие-то вопросы. Нет, у меня вызывают вопросы, что поверх... Да не поверх, здесь нету ничего. Мы очень любим васизм. В любом васизме есть свои истинные суждения. Нет, просто не получается, что у вас две теории истины. Одна теория истина связана просто с предложением, а вторая теория истина связана с оценкой каждого оценки. Да не ровно. Именно как раз, когда вы пытаетесь вести, что у Васи не истина, а в буддизме истина, то вы делаете эту ошибку. Вы же унищерительны, говорите, что какой-то там Васи... Я говорю, у него истинность такая же, как и в буддизме. Абсолютно такая. Относительная. А там относительная, здесь относительная, абсолютно такая же. По природе, по природе. Не, ну можно же дойти до маразма, что если ходить в прошедшем, у которого каждую секунду новое истинное. И пускай. Нет, ну хорошо, но почему тогда возникает следующий вопрос? Почему откин, как бы, логический мир более принят, а другой... Но это другой вопрос. Он как бы принципиальный, оказывается. Нет, он принципиальный, культуральный, но не философский. С логической точки зрения нам... В данном случае мы не обсуждали... То есть, что мир буддизма, что мир Васи, они одинаково... С логической точки зрения, нам же, когда мы будем рассуждать, скажем, о партии, есть логический мир там и демократов, и коммунистов, да? Нам же бессмысленно обсуждать, какой из них мощнее, и как такой, чем отличается истинность, и угрожение. Я думаю, что есть какой-то критерий приемлемости к жизни. То есть, допустим, квантовую механику очень многие люди используют в этом мире, допустим, пользуясь телефонами. А вот то, что Вася дурак, в общем, в принципе, ни на кого не отражается. Ну, это в данном случае, в данном случае, это уже светлые считают. Мы не говорили о партике, да? Да, в данном случае, в данном случае, это имеет смысл такой, что это уже не логическая проблема. Это проблема личностного выбора каждого человека. Ну, нет, тут есть критерии, как бы, приемлемости, да? Для каждого человека. Вот почему, например, нет, почему, например, массово стали религией из язычества переходить в христианство и в государство? Вот, опять, да нет, контроль, это уже просто культурология, это не логика. Ну, не по логике же, но не за логическими же. Он думал, что он, а христианство более логично, чем то, что я планирую, и он думал. Нет, а кому-то логично, а кому-то другой критерий. Это не отлично. Ну, скажем, для жены Васи, для жены Васи наиболее важен его васизм, чем буддизм. Это же другая проблема, да? Это другая проблема, совершенно. Да, и у Вас и свой собственный... Мы говорим сейчас о том, что есть предложение. Своей собственной бодрой. И никакой разницы... Это мы знаем. Почему разные логические миры имеют разную мощность? Очень по разным причинам. Очень по... Не по логическим. Но, скажем, мы возьмем одну научную теорию и другую научную теорию. Маленькую, в которой 10 высказываний только истинных. И другую, в которой тысячи высказываний. Ну, и мы будем... То есть вопрос, почему одна маленькая, почему другая большая теория, это вопрос не логический. Это вопрос области применения, количество, кто разрабатывал. Но это не вопрос логики. Но то, что мы должны утверждать, что истинность предложения в маленькой теории обладает тот же самым статусом логическим, как истинность предложения в большом теории. Мне кажется, как раз это очень принципиальный вопрос. Потому что если мы хотим до себя натянуть какой-то или войти в какой-то новый логический мир, мы должны задаться вопросом, а стоит ли? Опять же, личное предпочитание. Кто-то будет заниматься маленькой, кто-то будет большой. По каким причинам? У него папа был автором этой маленькой, и он по-настоящему стал им заниматься. Либо ему дали курсовую, и он защитил диплом и стал этот доктор. То есть это такой логический, такой дерминист. То есть это дерминист. Да нет, нет, нет. Это вообще не та проблема. Дальше виниться. То есть вообще не та проблема. Виниться дальше. Единственное, чтобы нужно было вам говорить, и чтобы нужно было заметить, что вот в этом нашем разговоре есть большая доля тавтологичности. То есть мы определяем мир как множество истинных предложений, а истинных предложений мы определяем как принадлежность к логическому миру. Конечно, конечно. Да, это тавтология. Но эта тавтология, в принципе, на том же уровне, как заряд через поле. И это нормальная тавтология. То есть эта тавтология нам позволяет обсуждать что-то. Что-то формулировать. Не просто говорить, что у нас есть раз, два, три, четыре, пять теории истинности. Ну и что? Вот в одно и то, другое и третье. Так что тавтологичность я заметил и сказал, что это как бы не порог, а просто наш следующий момент, который хотелось бы отметить, что существуют варианты поле истинности. То есть одно предложение может быть истинным в нескольких логических мирах. То есть, скажем, снег белый может быть истинным и в моем личном языке, и в языке в общем. И даже, скажем, какой научной теории, которая там следует цвет или теория цвета какая-то. Значит, на этом долго останавливаться не будем, да? Так. И вот тут мы возвращаемся к вопросу Игоря, который практику, практику, реальность, реальность, да, нам пока не потребовалось. То есть в данном случае мы не говорим. То есть есть, скажем, допустим, что есть какой-то логический мир, в котором истинность утверждается практика. То есть это не отвергается. То есть это просто один из многих миров. То есть когда мы взяли какому-то критерию, отобрали истинные предложения и сказали, вот по этому критерию, в котором мы сформировали логический мир. И теперь в этом мире он функционирует, там все предложения взаимосвязаны и истины, и мы можем коммуницировать в этом мире. Маленький вопрос, а почему тогда Зенон ошибался? Вот я говорю, в его мире и как бы все, там никаких проблем нет. Ну а в том мире, нет, извини меня. Это большая... В рамках этой теории, в том числе, в том числе, в том, что он говорит. Нет, 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 я объясню прекрасно. Потому что есть логические миры, есть конкретная теория истинности, да, и которая утверждает, что истина в данной теории, в данном логическом мире, скажем, научном, да, являются те, которые вводятся логически по закону каким-то правилам, да. Я утверждаю, что Зенон нарушит правила, поэтому не истина. То есть Зенон и его теория принадлежат обязательно к чему-то научному миру? Логическому. Нет, не научный, не научный. Некий логический мир, в котором действует логика. Может, это тот самый Вася? Нет, 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 ладно. Либо одно, мы признаем, что законы логики действуют в мире, в котором существует опорий Зенон. Вы сами сказали, логический мир, но руку много. Нет, в этом конкретном логическом мире опорий Зенон, мы признаем, что действуют законы логики формальные? Ну, я не знаю, что Зенон признает. Да нет, но мы-то признаем... О, это мой наш с вами, а у него... Да нет, да не важно, не важно. Он признавал, что в его логическом мире действует законы формальные? Я не могу вас спросить, я сейчас знаю. Ну, 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 это же вред. в геометрии в геометрии флида действует закон, действует если я вдруг докажу что в какой-то теореме были нарушены они эта теорема выводит аналогично все в околе ксенона если я докажу, что там вывод был нелогичен он должен будет выпасть из этого логического мира значит существует какой-то выделенный логический мир нет, 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 существует правильно разные, то есть есть понятие логических правил мы сейчас вернемся то есть до сих пор у нас в Басе почему-то равнялся буддизму а теперь у нас в Басе нет хорошо, мы сейчас мы переходим сейчас мы в следующий пункт как раз ответ на этот вопрос и про Басе и про буддизм, и про геометрию так что я пока сказал, что они не обращались к реальности нам пока такое не потребовалось для того, чтобы говорить то есть может потребуется, а может быть нет так, и теперь мы возвращаемся к вопросу а что же такое логика и почему Басе мы возвращаемся поднимаем вопрос а как устанавливается эта истинность каким образом вот в каждом логическом мире устанавливается эта истинность то есть и мы приходим к выводу что в разных мирах это разные принципы то есть в каждом из миров имеется свой принцип установления истинности то есть скажем в мире некоторой религии это соответствие писанию соответствие догматам вот скажем в мире теоретико-научно-математических систем да это соответствие аксиом истинность которых принято априори и правилам получения истинных суждений из этих аксиом то есть мир какой-то технологический мир какой-то теории состоит из предложений которые приобрели истинность путем вывода из аксиом согласно правилам так вот когда мы говорим про правил то есть правила логики могут быть разные то есть одно дело вывести нужно в одной логике пользоваться одним под правилом в другом значит вот есть в этом мире такие логические правила и все суждения, полученные из Аксилома по каким-то правилам, будут считаться истинными, составят этот мир. Возьмем, значит, индивидуальные логические меры. Что, значит, считается истинным? А правило здесь одно, а мне так кажется. Вот мне так кажется, это достаточно каждому человеку, скажем, когда Булат пишет что-то на философскую тему, и он пишет это предложение и считает его истинным, истинным, здесь мне так кажется, и только никого доказать это невозможно. Вы можете сказать, что давайте перейдем в общий мир логики, ибо это и разумеется? Нет. Если, скажем, Булат делает вывод из А, Б, а из Б, С, а потом Д, я вижу, здесь нарушена логика, я скажу, нет, Булат, Д не принадлежит вашему миру, здесь ошиблись. Но если все логично, но с моей точки зрения ложно, это принадлежит вашему логическому миру. То есть, скажем, если вы вдруг найдете, что в вашей теории есть какое-то предложение, которое вы раньше считали истинным, а потом вдруг вывели, а оно было сложным, вы его выбросите. Да, может быть, ложным. То есть вам казалось? Поэтому в личном логическом мире, персональном логическом мире, истинное предложение, а мне так кажется. А вот теперь проблема, которая, например, проблема интерпретации Акори и Зенона. Нет, я не собираюсь формулировать. Один человек один способ, и понимать, что смысл по резине, другой по-другому понимает. А как определить, как это понимаете? Здесь есть два момента, как раз я сейчас поясню предмет нашего спора. Есть интерпретация и понимание. И в интерпретации это действительно некий логический мир, и у нас могут не совпадать. Так мы же не знаем, что имел в виду сам Зенон. Да неважно. Неважно. Да нет. Интерпретация личная. Вот вы интерпретируете как-то нечто. Скажем, Гегеля вы интерпретируете, я интерпретирую Гегеля. А что, Гегель, может, третий. Да, третий, да, Гегель, третий. И это будет три разных мира. Нет, ну а мы же говорим, что логика одна. Вы же сами говорите. Да нет. У каждого логика своя. Но понимание разрушено. Я говорю, что не у каждого своя. Логика единая. Но интерпретация внутри этой единой логики разная. Дело в том, что каждый, каждый, может быть, как в случае с Гегелем, да, берет за основу своих рассуждений разные суждения Гегеля. Нет, допустим, разные. Мы выбираем только момент. Нет, нет, нет. Допустим, логика одна. Нет, и была. Но интерпретации, продолжение разное. Я поясняю. Давайте так. Есть люди, которые по-разному рассказывают про Гегеля. Есть. Есть. Есть, да? Значит, у каждого из них очень-очень логично рассказывают. Да, и логика одна. Обычная логика, да, но очень-очень логичная логика. С чем это связано? С тем, что они выдернули из Гегеля разные основания. Ну, правильно. Да. И у каждого свой логический мир, у этого истинные предложения при их основаниях, у этого свой логический мир и истинные предложения. Это к Гегелю не имеет никакого отношения. Так а сравнить-то это можно? Как? Ну, как сравнить? Ну, как можно сравнить две философские цифры? Нет, вы говорите, что опори и Зенона не вернут. Предполагаете, что вы правильно и депритировали? Нет. А может, вы точно не дослушали? Вы не дослушали. Вы не дослушали. Вы говорите следующее. Нет, нет, нет. А, в одном мире истинные? Нет, нет, нет. Это же, а, в другом истинном. Логика у всех одинаковая? Вы должны быть одинаковыми. Да, я понял. Вы просто не дослушали меня до конца. Прервали на полсловия. Про интерпретацию. На Гегеля с основным. Есть интерпретация опори и Зенона, в скобочках Гегеля, ваша. Есть интерпретация опори и Зенона, в скобочках Гегеля, интерпретация Сидорова. Эти интерпретации исходят из неких разных положений, и логически у них все истина там, да, вот логически выведено. И вы скажете, вот у меня истинная, боя интерпретация, вот такое предложение, а у другого, вот такое предложение. Но это не имеет никакого отношения к Зенону. Почему? Да я только что сказал. Это бы не имело отношения к Зенону, если бы вы не утверждали, что он не прав. Дослушайте до конца. Точно так же, как две интерпретации Гегеля не имеют отношения к Гегелю. Правильно. Не имеют отношения. Это значит, что и ваша интерпретация, что Зенон не прав, не имеет отношения к Зенону. Послушайте, послушайте. выслушайте до конца есть объект опоре зенона гей есть интерпретации 2 зенона и 2 процедили истинность этих интерпретаций никак не зависит от того объекта который интерпретирует и у каждой из них просто не сходит из разного это может быть да и каждый из них есть истинное предложение и истинность этих предложений как не зависит от того что они интерпретировали но есть еще логика внутри гегеля я могу взять гегеля взять предложение гегеля почитать одно второе из этого не следует вот это это не моя интерпретация как узнать то что это не ваша интерпретация логике только как мы говорим что что есть принцип получения я повторил раз десять что в данной теории истинные предложения получаются путем логического вывода из аксемии раз десять это повторяем правильно но оцениваем и только предложение конечно правильно и с предложением однако одно какое-то предложение один понимает эту формулировку одним способом другой понимает что это логика возьмется есть внутренняя логика формальная логика формальная логика а и за с б ц и д д вот есть формально есть 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 я считаю вот предложение истинное предложение истинное и тут я вижу что он нарушил логику он нарушил я вот я вижу что как мы доказываем теорему да мы доказываем теорему берем квантовую механику есть уравнение шейдингер да и другие уравнения вот есть интерпретации квантовой механики разные интерпретации они могут быть противоречить друг другу а есть само уровня единого уровня шейдингер а я могу найти логическую ошибку в него вот есть ли нет вот о чем речь Так сначала, чтобы найти в логическом выражении эту ошибку, сначала надо его правильно... Не надо интерпретаться, Илья Скорич, не нужно никакого интерпретации. А я это выражение считаю по-другому, у меня в основном, и там все нормально. Для того, чтобы я его считаю по-другому, не нужно интерпретаться для того, чтобы найти логическую ошибку. Не, не понимаю, у нас нету как бы... Давайте все, закончим этот вопрос. Совершенно не нужно. Совершенно не нужно. Совершенно лишний, потому что, действительно, внутренняя логика Гегеля, это отдельный логический мир. Внутренняя логика интерпретации... Но, если бы эту логику по-разному понимать? Да я не говорю, что интерпретация по-разному, а внутренняя логика мира одной интерпретации с другой миром. Но у него, он интерпретирует и внутреннюю логику по-другому, у него, да и пускай как угодно. Правильно, не за счет, нет никакой проблемы. Носителем логики Гегеля был только Гегель. Тем более. Вы как-то по-третьему понимаете разницу между логическим устройством некого объекта и интерпретация. Вы говорили про логические миры, а теперь получается, что логика у вас на всех одна. Почему? Я не говорил такое. Я говорил, что у вас логика разная. У меня логика понимания гибели одна, у вас логика понимания гибели одна. Нет, да, нет. Да, нет. Но она вообще не работает. Разные логики, это именно разные логики. Когда мы говорим об одной арестоверской логике, она одна. И когда мы анализируем некоторое текст и находим в нем нашу ошибку, мы апеллируем к закону формальной логики. Чтобы здесь нарушена закон исключенного третья, здесь нарушен закон противоречивый. Другой скажет вам человеку, что вы прочитали логику, что пропустили. Нет, нет, нет. Если найден нарушение логического закона исключенного третьего, это одно для всех. Это неизвестно, а другой прочитает. Нет, это неизвестно. Это точно. Если найден математическую ошибку. Мы же читаем тексты, еще раз говорю, мы же тексты считаем. Если там найдена логическая ошибка. Ну как? Ну мы читаем слова. Вы сами говорили, что снег там может быть в одном углу. Вы что, не признаете, что в тексте Богу может быть логика, которая может быть нарушена? Нет, я просто все это признаю. Только я не понимаю, почему вы наставили на то, что логика одинаковая. Вот это я. Да нет, логика может быть разная. Правильно. Я понимаю логику Гегеля в одних. Да нет. Вы другим способны. Когда мы анализируем текст, мы анализировались едиными законами. Едиными, едиными. Только мы просто понимаем вот эти слова, которые написаны, по-разному. А логика единая. Хорошо, еще разок вернемся к реальности. То есть вы так сказали, что нам не потребовалось обратиться к реальности. А теперь попробуем обратиться к реальности. Обратиться к корреспондентской теории истиности. Которая утверждает, что некое предложение является истинным, если оно соответствует реальному положению дела. То есть оно соответствует тому, как на самом деле. Уступает очень странная проблема. А как это сравнивать? То есть предложение? Может быть с предложением. Или я возьму, чтобы определить, что я правильно сказал, а ручки должны ее к тексту приложить. Или тексту я должен... Мне почему-то кажется, что у людей стандартные говорят, что это врожденно. То есть человек врожденно, то есть это не только человек и животное, они строят корреляции. Если данное высказывание в большинстве случаев попадает... Так, так, значит мы этот вопрос... Скажем так, что никаких возможностей сравнить предложение с реальностью у нас нет. Это то же самое, что, скажем, сравнивать длину колбасы с запахом плова. То есть это несопоставимо, несравнимо никак. То есть никаких процедур выполнить. Вот у нас есть предложение, и стоит задача сравнить его с тем, как на самом деле. То есть это из разных областей, и слова мы не можем сравнивать... Нет, предложение, оно делает в некотором смысле предсказание и объяснение. Это уже интерпретация. В данном случае... Принципиальный вопрос, связанный с тем, что действительность, она такая, какая есть, или это то, что мы сами делаем? Нет, это связано с тем, что это просто колбаса и запах клопа. Это просто... Это предложение с логикой может сравнить? Нет, что? Предложение с логикой. Предложение с логикой нельзя. Как же сравнить предложение с логикой? То есть предложение никакой логики мы-то не имеем. Нет. Что значит, сравнить с логикой? Сравнить с учебником, то... У них есть логика, их можно сравнить, два предложения? Нет, A равно B. B равно C. То есть логика, это правило с язвами предложений. Просто вы как бы сейчас пытаетесь запилировать к тому, что предложение это какой-то особый объект, его не щело другими видами нельзя сравнивать только с предложением. Правильно. А с них равно белое. Нет, тогда получается, что из предложения ни логику нельзя извлечь, ни смысла, ничего. Потому что надо сравнить предложение с предложением. Мы никогда да смысла не дадём, мы только будем сравнивать везде какие-то предложения формально. У нас есть логика есть. А как мы к истинности перейдём? Истинность это же не предложение. Истинность это предложение. Сейчас, я хочу как раз тут вернуться к тому, что мы... Истинность этой логики остаётся. Сейчас, секундочку, мы построили логические миры, вырвав их из культурального контекста. Мы обрубили, а в культуральном контексте все предложения имеют смысл, потому что они привязаны к снегу, к реальности. И там они как раз либо истинны, либо ложны. Как раз мы их обрубили, они стали пустыми и непроверяемыми. Нет, они проверяем. Они проверяем в логических мирах. Ну, они только в логических мирах привязаны. Там нет объектов. А в культуральном контексте есть объекты, которые белый... Мы имеем белый. Снег белый. Сейчас мы вернемся к этому вопросу. Вернемся. Ну, или хотя бы есть снег. Да. Снег есть? Мы вернемся. Сейчас вернемся к этому вопросу. Есть только предложение. И сравнить можно с ней. Мы живем в языке. Ку-ку, ну... Нет, мы не живем в языке. Потому что, Влад, вы все время перескакиваете на какие-то пограничные... Абсолютические заявления. То есть, то вы сначала сказали, что я свожу весь мир логики к языку. Не свожу. Я говорю в рамках языка и в рамках предложений. То есть, я отради еще раз... Я от другого. Нет. Спросите, что субъект может предложение сравнить с рядом с субъектом. Нет, не может. Как не может? Он смотрит и говорит... Снег белый. Он дефицирует, постоянно верифицирует. И он говорит, что почему снег, это снег белый, показывает. Вот снег белый. Впереди белый снег. Он говорит, снег белый. В данном случае... Ну, сейчас мы вернемся к этому. Это как раз... Это же сейчас. Я просто хотел сказать. Ведь это же известная вещь, что у человека многие функции врожденные. Они помогают ориентироваться в этом мире. Это функция врожденная. Это функция врожденная. Это функция врожденная. Язык... Язык у человеческих существ, даже лишенных социума, он возникает спотанно в процессе общения очень быстро. Возникает. Нет. У Маури не возникает ничего. И у него нету людей. Если в самих подгруппах он возникает подстань. Нет. Появившись после леса через 5 лет, уже ничего не возникает. Но Сангей говорит по-другому. Он говорит, что если вы там 5 человек... Конечно, конечно. Нет. Социум обязательно. Социум обязательно. То есть у него возникновение языка, а для социума. То есть я говорю просто... Это не врожденный. Язык не врожденный. Нет. Есть способность его создавать врожденное у человека. Ну, скажем так, действительно. Способность структурировать мир и создавать модель мира. То есть возможность... Он приятно удобно и проверяется. Возможность привлечения язык, в отличие от других многопитающих, да, у человека врожденного. Но сам язык не появляется врожденное. То есть способность... Ну, как скажем... Давайте вот способность врожденная. Аналогично, как, скажем, способность плавать у дельфина врожденная. Да? Способность плавать. Но если я его рожу на суше, и он полежит, он не будет плавать, он здесь и умрет на суше. Ну, так и человек. Врожденный. У него есть. Он приспособлен к языку, но сам язык не врожденный. Он его создав. Как и дельфин. Нет. Сам человек один не создаст язык. Три человека создадут. Вот. Дальше денется дальше. Двое. Известные языки так называют. Дальше, дальше. Два человека сдают языки. Так, поехали. Значит, личность предложения в рамках конкретного логического мира устанавливается... А. Значит, вы вот с тезисом про реальность, что мы не можем сравнить предложение с реальностью, как бы очень сильно сомневаетесь. Не, просто предложение, понятно, вы говорите, что подобное может сравниться с подобным предложением. Только с подобным, да. И когда мы говорим, что истинность предложения – это принадлежность предложения к одному из логических миров, то этим мы утверждаем, что мы просто сравниваем с некими предложениями внутри этого мира, и этим устанавливаем его истинность. То есть, когда я произношу некоторое предложение в некотором религиозном мире, новое, да, оно сравнивается с существующими предложениями и истинными в этой, с писаниями, с некими речами адептов, да, и заключается истина и ноль истины. То есть, всегда, всегда... То есть, а требование противоречивости – это существенное действие? Конечно. Ну, а Вася, например, у него нет, вы же сами говорите, что у Вася сейчас истина, а потом истина, а другое... Такое-то другое логическое мировое. Ну, это будет другое, то есть, требование противоречивости существенное для логического мира, для конкретного его состояния. А я же прямо приводил, что какие-то догматы коммунистические сейчас считаются ложными, которые были истинными век назад. А оно сейчас не противоречивое должно быть. А у человека в каком-то определенном деле есть противоречивые суждения? Если человек шинофреминг шизнерливый... Englishyất их не может быть. Если мир логический, значит, в нем истинное предложение не противоречившее. Нет, подожди, мы до этого находили, что... Человек... Миры любые явятся. То, что они логические стали, это в процессе редукции случилось, что они друг логические стали. Нет, они... Потому что мир вася paintings никакой не логические. Нет, может сказать, что это мировоззренко-этические, психологические, логические мира. Да, из этого следует. То есть они логические называются только потому, чтоMBpсусяты с предложением. Да, то есть у Васи, да. Противоречивый мир. У него там одно, другое, там все. Делать в том, что другое. В данном случае, Вася, поскольку его суждения, его предложения истинные, принадлежащие ему миру, он считает истинными, он может не замечать, что они противоречат. Мы можем заметить. Не, 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 если он заметит, он сразу не черпнет. Не, 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 он замечает. Нет, это исключено. Ну как исключено? Ну, примите пример, ну, как может, чтобы в мире одного человека, он считал одновременно и снег, и черный, и белый? Ну как, он не обучится, он будет говорить, что это снег, это соль, это снег, это соль. Ну, нет, ну тогда это больной человек. Почему больной? Нет, ну нет, нет, нет. Попробовал на пуст, вроде снег, попробовал второй раз, вроде соль. Ну, значит, у него поменялся логический мир. Нет, ну почему поменялся? Если он будет говорить, что это одновременно, это и соль. А волос белого снега, это не логическое утверждение. Снег белый, это не логическое утверждение. Диологическое предложение. Это предложение. И это уважнение истинное, без зависимости от какого-либо мира. Нет, оно ложное. Оно не истинное. Оно зависит от мира. Как они говорят, они 70 вариантов снега. Вы показывали, что это не так. Нет, просто непротиворечивость не должна являться существенной характеристикой миров. Должно быть характеристикой. Ну, тогда странно. Я же говорю, вот вас всегда, то есть у него противоречивость. Дело в том, что... Мир, который описан. Большой брат смотрит на тебя. Было. Действительно, бывают некоторые варианты, бывают варианты, что, скажем, в буддизме есть различные течения, которые противоречат. Но они составляют отдельно логические миры. Если у вас эффектурирует сознание, и у него... Что вы привязались к этому Васе? Просто у вас много очень... Должен листник, дополнение и... Как раз наоборот. Нет, как раз наоборот. Вот эти пояснения, права, они как раз показывают, что к Васе все прекрасно. Применима. Да нет, вы такой теории истинности вводите, что на самом деле, когда он смотрит на границы этой теории, то вы вдруг и сняли, что она ничего не значит. Нет, она очень четко значит. В мире, в России, у которого есть противоречие, что там, то истинное. Нет, извините, я была, то она однозначно. Множество истинных суждений в некоторой теории, это четкая... Теория хорошо. А у Васи, это тоже теория, что ли, какая-то? Нет, 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 это множество истинных суждений и правил дорожного движения. Нет, у него так же сегодня снег белый, входит завтра. Ну, завтра выйдет черный, ну что с этого? Нет, просто... Ну да, дело в том, что на пограничных... Вы же хотите обобщенные высказывания делать? Так вот, на пограничных... То есть на пограничных ситуациях, когда логический мир отдельного человека, это пограничная ситуация. Да. Пограничная ситуация. Ну, нам стоит понятие определения, что она должна и на пограничных ситуациях работать. А она работает. Ну, не работает. Да почему не работает? Ну, Булат, существенно здесь случается противоречие. Где с противоречия? Ну, у него, в мире, в Басе, противоречие. Если бы не произошли, в мире есть существенные характеристики для мира. Булат. Товарищи, у меня есть такое простое предложение. Давайте 15 минут мы дадим автору договорить, а потом какие-то вопросы. Потому что мы уже полчаса друг друга перебиваем. Правильно проголосовали. Правильно проголосовали. Значит, мы остановились на том, что, вот скажем, в каждом логическом мире, который рассматривается как множество истинных суждений, истинность какого-то суждения, истинность которого вносится в этот мир, рассматривается относительно только суждений этого мира. Не нужно привлекать ничего. То есть, в примере, вот скажем, религиозного мира, у нас есть истинные суждения, которые называются догматами, или абсолютно истинные предложения священного писания. Мы с ними сравниваем и делаем заключение. Это истинное предложение в этом логическом мире, или ложное. Оно принадлежит этому логическому миру, либо не предложит. Скажем, в геометрии тот же пример, да? Мы сразу берем некую теорему, сравниваем с истинными предложениями в этой логическом мире. Если мы можем, средствами, правилами, принятыми в данной теории, исходя из-за всего доказать истинность, значит, оно принадлежит. Нам тоже ничего не нужно, кроме как множество истинных суждений. Значит, предложение, произнесенное мной «снег белый» – истина. То есть я принимаю его истину. Мне не нужно смотреть за окном. Только потому, что с детства я принял его как истинное, как принадлежащее логическому миру русского языка. Оно принадлежит к логическому миру. Если в логическом мире русского языка был снег красный, то слово другое было, да? Я посчитал истинным предложение «снег красный». То есть мне тоже не нужно обращаться ни к чему. То есть мне не нужно бегать за окном, смотреть, для того чтобы узнать, что предложение «снег белый» – истина. Да, скажем, есть такой способ получения истинных суждений в логическом мире, как сопоставление со статистически достаточным множеством. Ну, скажем, что это может быть? Голосование. Вот есть некий логический мир какого-то коллектива, либо страны, да? Есть какие-то истинные суждения, и мы… Вот истинные суждения, что Иванов – президент. Получено голосование. Суторические опросы. Показания, скажем, обвиняемых в суде, мы сверяем с множеством показаний свидетелей. То есть это статистический мир. То есть существуют разные методы получения истинных суждений в каждом логическом мире. И в этот логический мир оно принимается. Если оно при сравнении и при использовании этого метода показывается, что оно истинное, оно является истинным в данном логическом мире. Скажем, есть мир знаний, мир зафиксированный в энциклопедии. В данном случае мы можем было утверждать, что каждое в этом мире, каждое в словаре, каждое предложение, написанное в словаре или в энциклопедии, считается истинным, потому что сравнивается с другими суждениями в этом источнике. И принцип истинности, который здесь используется, можно назвать авторитетным. Хотя здесь смесь статистических методов, поскольку множественная обработка происходит, и сверхмногих статистических мнений, и догматические. То есть нам это назначается как догмат. А есть такой вариант, что человек говорит, что он честный. Как мне узнать, честный он или нет? Ну ладно, это не вытверждение проблемы. Абсолютно. Не могу. Абсолютно. То есть если нужно, узнавайте. Если не нужно, не узнавайте. Это не имеет отношения к проблеме истинности суждения к данным конкретно-могическим мирам. Нет, это не имеет отношения к проверке. Можно я отвечу? Это к проверке имеет отношения? Нет, сейчас что-то я отвечу. В рамках вот этого логического мира, как вот представлено, да, то есть набор каких-то критериев он задает честность. Допустим, если в рамках религиозных, то есть человек кардинал, он чистый. Он чистый, он чистый. А я ему хочу деньги дать, и должен знать честный он на самом деле. Не проверить надо. А это в рамках... В рамках конкретного мира. Если бы в одном мире он кардинал... То есть не надо проверять, что снег белый. Да, не надо. И здесь тоже не нужно... Не надо просто дать ему деньги. В этом мире это да. Это да. Разные миры. В мире нашем надо проверять. А в мире религиозном достаточно того, что у него есть какая-то критерия. Я перетолкнусь... Разные миры. А в каком суждении? Нет, в речи это с том, что я хочу... На самом деле он истинный, это в его компании. Да нет, извините. В его суждении идет речь, в каком предложении. Стоп, стоп, стоп. Я хочу выяснить. Стоп. Но... Сформулируйте правила. Вася говори. Нет, не в этих терминах. Не в этих терминах. А в терминах, нормальных, которые не на примере. В терминах. Что здесь? Я сейчас объясняю. Вот сейчас... Их один, а истинный. Нет, стоп, стоп. Мир и два. Истинный я. Истинный я. Я сейчас объясняю тем, что истинность суждений, логических мирах устанавливается соотношением суждений в этих логических мирах. По правилам, принятым, по выявлению истинных суждений в этих мирах. Теперь проблема следующая. В двух мирах, в мире один и два. В разных логических мирах не сад... Давайте я сформулирую, что стрельня кончится. Быстрее кончится. Даже снег гаснет. В огонь я. Еще раз говорю. Почему нельзя? Не сравнивать. Но определить. Нельзя сравнить истинность в разных мирах. Проблема конкретно состоит в том, что... И существуют такие проблемы, когда требуется узнать, на самом деле, уистинность одного и того же в разных мирах. И как тогда будет? Не существует. Но я же говорю, проблема практически практически... Ну, как? Вот вы подходите... И выясняйте... А теперь смотрите устав Кумунической партии. Нет, еще раз. Это к идеологии относится. К идеологии. К идеологии. Это правиль... А это идеологии и не понимаете в сей мир в рамках вот этого объяснения. Да, это правило. Давайте я еще и быстро, что я хочу сказать. Ребята, что я хочу сказать. Это особо следует, что есть какой-то на самом деле настоящий мир, по отношению к которому эти два мира можно проверить. Нет. Вот я что хотел сказать. Нет. Если есть такая проблема, что нужно... Мы это уже открыли, тогда это не обсуждается. В рамках данной концепции это нет. Вот сейчас я, знаешь, пример тоже приведу. Я вот еще как бы минут 10 назад на эту тему думал, можно ли вот такой вот поставить, да, тезис общего мира. Представь карта, как бы, в которой раскрашена область в разные цвета. В рамках одной области все точки красные, в рамках другой все точки синие. У тебя есть общий мир, и ты не можешь сказать ни синий, ни разный. Ты можешь сказать, что они, да, разноцветные, но в рамках каждой области они будут одного цвета, и все. Да, и если у них нет возможности выйти из-за предельности, у них все закрыто. Соответствует другим точкам. По своим правилам. Понимаете, я не знаю, что проблема происходит. Я, конечно, могу придумать какое-то слово «икс» и говорить сколько угодно, что это слово такое «искорошее», «тарошее». Вы думаете, это целую теорию. Но каждый человек говорит об истинности. А я знаю, что это такое, понимаете? И это главное, потому что вы используете слово «истинность» совершенно по столовим смысле, чем большинство людей его используют. Вы понимаете, снег белый, никогда он не станет красным, но какого у Васи? Он всегда белый. Поэтому мы когда придумываем это новое слово, оно очень мало имеет отношения к какому-либо философскому, культурному или другому другому. Нет, я объясню. Вот в чем возникает проблема. Когда мы говорим на уровне «снег белый», там все ясно. Мы все согласны и может друг друга не бьем. Но этот принцип, что я посмотрел и утвердил то, что я видел... А там выпал желтый снег. Вот. Я посмотрел и увидел то, что... И сказал, что это и является истинным. Да? Оно не работает чуть подальше. Оно не работает. Поэтому, то есть, либо одно, либо мы говорим, что у нас вот есть некий физический мир. Здесь мы употребляем корреспондентскую теорию истинности. Что я вижу, то и говорю. То есть, а вот в других, а как между ними нам перейти? Как нам утверждать? Я сейчас пытаюсь говорить о том, чтобы и это было, входило. Просто вот вы как бы выкинули еще раз, да, культуральный контекст. А истинность, она в рамках культурального контекста. Вот у нас вот снег белый, а где-нибудь там, не знаю, в Норильске он все время желтый. Это, я к этому считаю... Люди будут еще с меня. Да, в данном случае, поскольку мы говорим... Просто нельзя выкидывать контекст культуральный. Дело в том, что в данном случае, чтобы не употреблять контуральный, дальше я говорю о языке, это предложение истинное в языке. В языке я понимаю, не как обычный набор, а более общий. То есть, вот в нашем языке, русском, это предложение считается истинным. И в нашей территории, в нашей стране. В нашей территории, в нашей стране. В нашей стране. Дальше. Игорь, вот есть некий мир, в котором вот так выявляется истинность предложения. Вот как вы считаете. Но есть другие миры, в котором такой способ не годится. Увидел и сказал, не годится. Вот об этом. Вот об этом я рассказываю. Понимаете? Что есть, скажем, такие миры, где устанавливается истинность конденциально. Вот, скажем, у нас есть футбол. Правила футбола есть. Почему? А мы говорим о соглашении. Есть другое слово. Нет, это было. Когда мы говорим о предложении, мы все... Правила в футболе правила? Истинное в футболе предложение считается такое, которое соответствует правилам футбола. Истинным в юриспреденции считается... А почему неправильное предложение? Ну, правильным такое, это синонимы полные. Ну, мы же с этого начинали. Ну, зачем мы возвращаемся по десятку раз от команды тоже? Что, относительно... Сейчас, а давай, может, дослушаем до конца, потом будет понятно, почему это. Я просто пока не понимаю, как финальные точки. Да, давайте. Ну, в принципе, она где-то уже ясна, что у нас нет единого принципа установления истинности предложений. В каждом логическом мире существуют свои принципы установления истинности, и эти принципы действуют как сравнение какого-то предложения с другими предложениями данного логического мира, уже установленные как истины. То есть, скажем, у нас есть установленные некие юридические нормы по конвенциальному принципу, конвенциальный принцип, да, мы договорились так, и любую другую норму, какое-то предложение, если нам нужно выяснить, оно истинно или ложно считается вот в этом данном мире, да, данной юриспреденцией, мы сравниваем с существующими истинными предложениями и делаем заключение. Не это истинно или ложно. А изначально они установлены конвенциально. Истинность. Не будем возвращаться, ну, правильность предложения, но мы называем это истинностью. Вот. Здесь еще стоит, как бы, говорить о том, что у нас есть, вот сейчас я как рассказал, разный статус предложений в логических мирах. То есть, скажем, есть действительно устав партии и речь генсека и просто высказывания какого-то рядового члена, да, есть священные писания, есть там какие-то трактовки, есть просто некий дискурс такой более бытовой в некой религии. Поэтому мы всегда выделяем некие авторитетные, авторитарные высказывания в одном из логических миров, скажем, в логическом мире какой-то из геометрии, такими утверждениями являются аксиомы принятые. И сравнением вот с этими признанными истинными, то есть, скажем, авторитетно признанными истинными суждениями, устанавливается истинность других суждений по правилам, установленным в данном логическом мире. Вот. Так. И теперь я думаю, что я вот здесь мы застряли. Потому что я хочу перейти к теме истинность в индивидуальных мирах. Истинность в индивидуальных мирах. Вот есть мой истинный индивидуальный мир. И, ну, прежде всего, он состоит из истинных предложений, которые входят в язык, которым я пользуюсь. То есть, есть мой личный язык, индивидуальный, скажем, язык маленький, язык, да? Вот. И есть язык большой, русский язык, да? И я могу сказать, что любое слово, любое предложение, которое я сформулировал на своем языке, в своем логическом мире, если оно совпадает с языком, с предложением из большого языка, то оно, я считаю, его истинным. То есть, если я бы сказал, снег белый, и есть такое предложение в языке, в русском, в большом языке, снег белый, то я его считаю... Есть предложение и снега и желтый. Нет, оно там должно быть истинным. Оно должно быть истинным. Конечно, истинным. Не, не просто есть. Не есть. Я в данном случае... Конечно, что каких-то щелябинцев приводит. Да, нет, нет, нет. Ну, Влад, не будем... Мы же уже договорились, что когда мы говорим о логическом мире, мы говорим о множестве истинных суждений. Но в этом языке много суждений, которые... Истинных. То есть, скажем... Некоторые друг другу противоречат. Истинных? Конечно. Есть снег белый, есть снег черный. Нет, конкретно простые, может быть, не противоречат, потому что это фактически не что иное, как развертывание, что такое снег. Снег белый, да? Нет, 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 нет. В данном случае всегда, когда вы приведете два противоречивых предложения, можно так сказать, что есть... Ну, скажем, я могу согласиться, что проблема противоречивости, противоречивости, она не столь однозначна по многим причинам, потому что мы не всегда можем отследить. Вот эти вот противоречивые предложения будут относиться в рамках этой эпохи к разным логическим обмирам. Это я понимаю, но вы почему-то взяли весь язык как один огромный большой мир. Да, конечно. Нельзя брать. Почему? Потому что внутри противоречат. Нет, нет. Дело в том, что... Ну, может, то есть, это отдельная история. То есть, да, действительно, что, ну, скажем, предложение, какая-то аксима в одном и том же языке, в русском. Но имелось в виду, наверное, то, что это предложения большого языка, которые разделяются всеми подсистемными этими языками. Всеми подсистемными этими языками. Потому что снег белый во всех подсистемах, а и в Ассаре, и в Ассаре, и в Ассаре... Да, зачем плохо, что снег белый? Потому что это опирается на реальность, что снег белый. А я специальные беру такое предложение. Нет, они все на реальность. Нет, они скажут, что бесы есть, а другие скажут, что бесы... А вот это у них разный угол. Сейчас противоречивые языки и то, и другое скажут, что есть... Вот если я скажу, проверить невозможно. Если я скажу, надо мной летит инопланетянин, да? Нет, ангел, да? И... А, сейчас, вот смотри, нет. А другой скажут... Сейчас, сейчас, в рамках московского, допустим, царства, да? Ну, за исключением, там, каких-то, может быть, допустим, язычников оставшихся. Снег белый для всех. Христос Бог тоже для всех. А вот Иван-царь, Иван-самозванец... Нет, еще раз говорю, мы сейчас апеллируем... А, и Христос Бог, это вообще не реальность. Мы апеллируем ко всей свободности высказывания русского языка. В этой свободности есть противоречивые высказывания. Я только это утверждаю. Вот была. В данном случае, в данном случае мы говорим о том, что... Снег белый, и снег не белый, да? Ну, они истинные ложные. Что ж, правильно. А, без и есть, естественно, я признаю... Без и есть, естественно. А я говорю, нет. Нет, а ты смотри, нет, еще раз, мы смотрим, как бы... Я беру, да, какой-то, допустим, там, 14-й век, Московское царство. Без и есть, без и есть. Вот право, да? Я делаю не в этом. Мы берем язык без относителя какого-то времени. Просто язык. Ну, в нем есть... Без и есть, слово... Приложение истинное. Я... А без и есть... Тоже истинное. Значит, товарищи... Нет, без и есть. Нет, если там, знаешь, общее... Нет, именно у нас он, Александр, она говорила, что есть некий общий контент, консенсус относительно каких-то предложений, а дальше логические подмиры. Ну, сейчас... Нет, я... На самом деле... Сейчас, сейчас. Влад, действительно, давайте доставим для конца. Я не буду... Звалить всегда. Просто мне кажется, что язык вот так вот брать как систему нельзя. Можно брать только совокупность с Васей. Нет, да. Совокупность с Васей только можно брать. Можно брать. Совокупность с Васей... Это не как, допустим, в булевой алгебре. А и минус А. Это просто А и Б. Это разные высказывания. Может быть, есть разные голосования. Там, за бесов есть, там, 99, а бесов нет. То есть, язык... Нет, сексажер. То есть, грубо говоря, к языку нельзя применять правила от логики. Нет, скажем так. Нет, Александр, это очень важная логика. Нет, не очень важная. То есть, не противоречивость несущественная, значит? О, Булат, Булат, сейчас я отвечу на вопрос про противоречивость. Дело в том, что есть миры, есть миры, в которых аристотельная логика является правилом получения истинных суждений. Есть миры, в которых аристотельная логика не считается правилом. Скажем, в мире Гегеля аристотельная логика не считается правилом получения истинных суждений. Поэтому в некоторых мирах, которые постулируют то, что аристотельная логика является неотъемлемым элементом, согласно ней строится истинным, там нет противоречия. Если мир не постулирует это, не постулирует и допускает, тогда, то есть если, скажем, русский язык считает истинными предложениями, которые, скажем, построены, одно из правил по правилам грамматики русского языка. Кстати, для всех, сейчас секундочку, очень интересное мне сейчас пришло в голову, как мне сейчас сложно сказать, сейчас секундочку, физика 30-х годов, то есть у нас есть квантовая механика и теория относительности. Они, в принципе, даже противоречат, да, то есть два логических мира в рамках одной системы. То есть, ну, просто, да, возможно ли, да, возможно. То есть, мы не требуем, если логически есть мир науки, они противоречат и при этом оба признаваются. Скажите, да, да, вот есть мир науки, да? Вы же сами понимаете, что если противоречат, то говорить об истинности ложится нельзя. Почему? Они об истинности ложится, но при этом... Если есть два противоположных высказания одновременно истины, значит, истинность теряет смысл. Нет, нет. Уклад, ну, еще раз, да? Уклад, ну, еще раз повторю сначала. Такие бывают? Нет, повторю самую первую мою фразу, что когда вы утверждаете истинность предложений, вы обязательно должны указать в каком мире. Если... Вы же указали изы. Нет, я продолжаю. Если я указываю, что предложения о прямых, которые могут пересекаться, там не пересекаться, истинно в геометрии Лобачевского, да, или в геометрии Вклида. И могу сказать, что оно истинно в мире геометрии вообще. И тогда у нас без разницы, оно, поскольку оно сформулировано в терминах, то есть, скажем, мир геометрии допускает противоречия. Там не требуется логического вывода. Ну, а если я скажу, что три банана висят на ветке, это предложение не принадлежит геометрии. Нет, все понятно. Но если у нас, допустим, геометрии два, одно и то же суждение, да, и одновременно... Да, одно и то... Это я объясняю. Одно, конечно! Одно и то... А вот сейчас, сейчас, сейчас... Нет, нет, нет... Лобачевский, это надо... Нет, 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 я повторяю. Предложение одно, да? Вот одно предложение, которое я зачитывал про сколько параллельных можно провести через одну прямую, да? Оно истинно в геометрии Лобачевского, ложно в геометрии Декарта и истинно в мире геометрии. Есть предложение, которое истинно в мире геометрично можно и там, и там. То есть мы всегда должны указывать относительно какого мира, мы говорим. Так вот, в том-то и дело относительно какого мира. А какой мир, это контекст, и мы не имеем... А мир, а мир, это... Влад, ты можешь сказать, для того же Васи бывают противоположные высказывания? Да нет, я хочу сказать, про Васюю не надо пока. Про Васюю не надо пока. Я хотел сказать, что система язык, про эту систему нельзя говорить, что она система, потому что... Можно. Нет, можно. Почему? Повторяю еще раз. Точно так же, как в мире геометрии, в целом, в геометрии могут быть противоречивые суждения... Тогда в понятии истинности нет, висит одно и то же. Нет, нет. В мире геометрии установлены правила получения истинных предложений. В нем предложение, прямая, прошла через точку, истинным считается, да? А банан висит на дереве ложью. Банан все выбросил. Да, понятно. Бананов нет. В геометрии нет, бананов нет. Только геометрия там и есть. Нету там. Нету. Вот. В арифметике. Так я не говорю про банан. Так вот я и говорю. Я поищу. Так нет, я поищу. Правила. Правила разные. В языке есть правила получения истинных суждений. Вот правильно. Ну вот я говорю, бесы есть, бесы нет. Два истинных суждения. Два истинных суждения. Они противоречивают друг другу. Значит, получается, есть понятие истинное, бессмысленно оказывающие. А вот, видимо, это истинная сушка. Давайте еще раз. Медленно, медленно и послушаем. А по конструкции? Давайте сейчас, Булат, давайте дослушать до конца. Давайте еще раз повторим. Вот еще раз медленно повторим. Что истинность, истинность, это соотношение некого предложения с другими предложениями по установленным правилам. Если правила запрещают противоречия, значит, оно будет ложным. А есть правила, которые разрешают противоречия. То есть, нет, я понял. То есть вы хотите свести понятие истинность вообще к синтексису сейчас? Есть синтексис. Нет, не обязательно. Ну, сейчас получается. Правила получения. Нет. В языке. В языке. В языке это правило синтексиса. Только. Да. В языке. В геометрии это не правило синтексиса. Аксиомы некоторые, то все остальное это синтексис. Это не синтексис. А что же тогда такое? Синтексис, это когда я могу сформулировать правильную теорему, это синтексис. Вот я сформулировал правильную теорему, но она не является по синтексису истиной. Давай про синтексис. Дело в том, что просто если мы истинную ложь сведем к синтексису... Да не спортик. Это только в одном из него. Тогда что-то некоменциально. Все станет. Ну ладно. Все, все, все. Хорошо. Не различайте таких вот элементарных вещей. Что... Вот скажем... А почему вы когда я говорю про правила движения, не сказали? А что вы все... Я говорил. Что в кондициальности хотите все свистеть? Нет. Я говорю про то, что у вас странно это правило, почему-то тоже... То есть, естественно, надо... Да что ты говоришь? Да, да, да. Нет, у нас уже бежать нужно. Да, давайте. Тогда я быстро заканчиваю. Так. Скажем, для того, чтобы выяснить в языке предложение «Зима наступит после осени», нам нужно наблюдать несколько лет. Несомневно. Нам нужно наблюдать... Я знаю, что это истинный язык вообще. Только правило языка. Это истинное предложение в русском языке. Например, дом летит как бы в прорубь. Да. Это истинное предложение в русском языке. Да, да. Чисто составлено по СИПИКС. Да, да. Дом летит прорубь. Все падежи соблюдены, все соблюдено. И логика соблюдена, я могу сказать. Да, да. Дом летит в русском языке, то есть... А дальше прорубь находится на небе. В некотором понимании языка это истинное предложение в языке. А теперь самое интересное. Получается, что индивидуальная ваша система, она как бы заимствует эту истину из языка. И что же она тогда за система будет интересна? Вы же говорите, что она как бы смотрит на язык и выбирает оттуда истины. Но дело в том, что когда вас учит мама ходить, говорить, думать, она вселяет в вас истинные предложения. Она не говорит, что дом на небе, а говорит, что дом стоит на сундаменте. Мы про истинность уже выяснили, что в языке это только синтезис. А вы теперь навязываете друг другу, другую истинность какую-то, которая помимо... Я же говорю, есть семантики содержания, а есть истинные правила. Скажем, мы можем в языке определить несколько логических миров. Самый общий логический мир, он синтаксический, да. Достаточно синтаксис только для того, чтобы... Дело в том, что вы все смотрите к тому, что когда вы произносите некоторые предложения, дом висит на небе. Да. Спрашивать просто так является это предложение истинным? Истинным языком. Нельзя. Нельзя просто в самом себе. Просто нельзя. Но когда я спрошу, а по правилам образования русского языка оно является истинным? Да, оно является истинным в мире, в котором истинность становится правильным русского языка. Да, но в нормальном языке это называется просто как бы правильностью, да? Это называется истинностью. А если не созывается что-то другое? Нет. А если не созывается то, что на самом деле дома где-то на небе не висят? Да нет, вы все время апеллируйте. Нет, ничего, я к интуитивному пониманию истинности апеллирую. Я хочу, чтобы ваше понимание истинности как-то соотносилось с ним? С твоим пониманием? Нет, да, 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 с интуитивным пониманием. А если вы говорите, что вы два разных класса? Хорошо, у нас есть три предложения. За окном идет снег, надо мной летит ангел, и президент сказал правду. Вот президент сказал правду. Истинное предложение не ложное. А давайте, за окном летит президент, как бы... В компании беса думает, а за окном летит президент. Удивительно, люди и прочие. Вот они истинные. Ребята, потому что это же, как бы, такие вот азы нормальные, логические. И почему ставят проблемы? Это все правильно, дальше, дальше. Они истинные. У нас есть синтакси за истинные. Нет, здесь не по правилам. В мире, который мы видим на этом самом деле. Вопрос вверх. Все три. Никакая, Александр, сформулирует, что такое индивидуальный мир логический. Индивидуальный логический мир, это множество моих предложений, которые считают истиной. Да, ну а поскольку они могут быть любыми, на самом деле, как вы показали, то получается, мы с вами никогда договориться не сможем. Вы всегда будете свое, а я с вами. Дело в том, что миры пересекаются? Нет. Естественно, могут пересекаться. То есть, скажем, относительно снега, относительно снега, вот если у вас есть истинное предложение снег белый, и у меня есть предложение снег белый, значит, вот в данном вот случае, мы пересекаемся. И у нас найдется третий настоящий мир объективный. Да, дело, чтобы было. Не пересекается. Потому что вы построили это предложение, направлено синтеза, а он построил это предложение. Но, что мы видим, что дело, эти два предложения сравнить нельзя будет. Опять же, пропущенная ваша связка. Я говорю, что предложения могут быть более истинными, и входить в множество логических миров. То есть, и, скажем, у нас вот есть, скажем, часть вашего мира, которая заведует философией, да, и есть энерное количество суждений. Так вот, если мы начнем их сравнивать, просто бумажки записывать, да, мы найдем, что, скажем, половина суждений у нас совпадет, которую мы считаем, и половина не совпадет. И что в этом странного? Дело-то не вы. Что в этом не вы. То есть, если это так, значит, существует, возможно, в теории, какой-то объективный мир, то есть, я согласен, то есть, я не отвергаю это. То есть, мы можем действительно проанализировать, взять все логические миры и поставить вопрос, а существует ли какое-либо предложение, которое истинно во всех этих истинных мирах. В принципе, законное предложение. Ой, законный вопрос. Законный вопрос, законный вопрос. Но для того, чтобы его поставить, мы сначала должны все рассказать об этих мирах, рассудить все, а потом поставить этот вопрос. Так это вот, то, к которому мы идем, оно и будет таким. За окном летит ангел, президент всегда говорит правду и лишит снег. Это вот лет через 10 для России будет абсолютная истина. То есть, этот вопрос законен и никак не отвергается. То есть, мы всегда, то есть, скажем, мы найдем несколько религий, у которых совпадают суждения, да, бог едим, да. А есть другие, то есть, поэтому здесь, это отдельный вопрос, который нельзя постулировать. То есть, вы хотите, это изначально постулировать, что есть некоторые суждения истинные во всех мирах. Мне кажется, вот что, как бы, вот, представляете, да, все, все, как бы, верно. Но что выкинуто и что нельзя выкидывать, это, а, контекст, и человек постоянно верифицирует вот этот логический мир с реальным контекстом, как только он, который он видит. Да, он тоже, может быть, как бы, он нецелостно видит, но, если он начинает видеть, идут звуки темологического мира и контекста, он пытается его подстроить. Контекст, контекст, в данной теории, в данном рассказе, воспринимается как одно из правил построения. То есть, когда, вот я, скажем, в буддизме, у меня есть какой-то контекст, то есть, есть, скажем, формализованные предложения, да, с которыми я сравниваю с утрами, да, а есть некий контекст. Нет, дело вот в чем, то есть, есть события, которые нельзя выкидывать. Человек постоянно верифицирует, сам логический мир, он динамичен. Если я постоянно говорю, надо мной летит ангел, и потом понимаю, что, блин, никто не летит, это президент в самолете. Дело в том, что в данном случае, мы говорим, что, конечно, меняется, то есть, мир меняется. То есть, в данном случае, нет никаких ограничений, не сказано, что, когда я сказал, что, вот, наборы снижения, они сегодня одни, завтра другие. То есть, это описывает очень такую короткую статическую картину. Нет, она, не что, что это картина, статическую. То же самое, что сказать, когда мы описываем газ, что он расширяется, там, давление падает. Естественно, такой набор характеристик описывает моментальный его срез. То есть, даже то же христианство, являясь долбой, да, на протяжении мира, а вот моментально, как только возникали противоречия, менялся набор логический. Маленький, яйца. А почему нельзя назвать истинно те суждения, которые истинны во всех мирах? Вот, один из вариантов такой. Но такого, наверное, не будет, там, на ваших сетях красный, но... Нет, действительно, то есть, один из вариантов такой, то есть, вот, мы так, вот, при этом, при этом, понимаете, что было получается? Мы теряем критерии истинности. Почему? Если во всех мировых? Вот эти, вам это истинно. А, нет, 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 во всех... То есть, получается, что в этом... Ну, как, может быть, то есть, мне скажем, что... Нет, достаточно решить так, что вы согласны, что есть в каждом мире истинные суждения, 100% истины в этом мире, которые истинны в других. Что вы считаете? Ну, скажем, есть правила дорожного движения в Америке. А они истинно во Франции. Если будет, там, что-то, что-то, что-то классный, считайте, неправильно посчитать. Подожди, тогда просто возникает, может, проблема формулировки, что такое мир? Набор истинных предложений. Ну, вот, вот, надо как бы вот... Созданных по определенным правилам. Если, если на самом... В контексте, по правилам... То есть, вот, если... Если нет таких утверждений, которые истинны во всех мирах, а вы к этому ведете... Я не веду это! Я это не утверждал! Я это не утверждал! Мы смотрим контекст, а потом... Чего не выставим? Если нет таких утверждений, которые истинны во всех мирах, логически, тогда и истины нет. Нет, абсолютно истинно. А истинно что-нибудь такое? Предложение такое? Абсолютно нет. Ну я говорю, что... Нет, ну конечно. Нет, если вы считаете, что истина это предложение, то давайте обсуждать. Если истина это не предложение, то давайте вспоминать это слово. Истина не выражается. Нет, истина не выражается. Истина может быть истинно только в рамках контекста. Как только мы его выкидываем. Истинно. Да, истинно. Только в рамках контекста. Эту тему не обсуждаем. То есть мы говорим только об истинности предложения. То есть я не исключаю, что может быть такое предложение, которое истинно, ну скажем, в большинстве логических миров физически какие-то реально считаются истинными. Но с другой стороны, бессмысленно искать суждения о столе в мире религии, или в этическом каком-то мире, или в политическом. То есть то, что скажем... О столе-то как раз сложно, я тут даже у Лены читал описание, что кружкой можно в голову кидать. Нет, ну ладно, я тебя утрирую, да, то есть есть, в принципе, если говорить об индивидуальных мирах, то да, действительно, мы можем найти предложение, которое считается с ней в белом, для огромного количества. Можем даже найти и что-нибудь международное, на разных языках, как какое-нибудь такое, ну, чаще всего. А равно. Ну вот да, да. Но при этом... Но у вас не так. Но при этом, при этом, мы не исключаем, ну, скажем, физическое некое событие, физическое какое-то реальность, что оно может нарушаться где-то в каком-то логическом мире, что какой-нибудь баг прошел через стену, а для нас это нонсенс и ложда во всех логических мирах. То есть в данном случае это просто способ говорения об истинности предложения, не исключающего ничего. Если хотите найти множество предложений истинное во всех мирах, ну, опять же, да, это есть, но при этом оно будет, может быть, по-разному сформулировать, эта истинность будет получена по-разному в разных мирах. Ведь в каждом мире свой... Ну, конечно, это, может быть, влечет к тому, что надо не предложение анализировать, а нечто другое, как... А мы анализируем только предложение. А почему мы только предложение анализируем? А потому что истинности может быть только предложение. Нет. Истинность может быть соответствием предложению и наблюдаемому контексту через органы. Нет, нет, нет. Это истинность, это характеристика предложения. А как она получена? Вот такое наблюдение, характеристика через органы, это уже способ. Ну, вот снег белый – это сообставление двух опытов. Опыт снега и опыт белый снег. Да, да, да. То есть вот способ предложения. Нет, Игорь, истинным является предложение. Снег белый. Почему? Потому что снег белый. Потому что снег белый. Да, да. Истинный – это не факт. Это же всего лишь лейбл, который мы наклеили. Мы можем сказать, что снег зелёный, если мы вдруг считаем, что этот снег зелёный. Нет, это нет, давайте не обсуждать. Или типа «аба-бэ-бэ-бэ-бэ». Я пропускаю несущественное то, что там есть. Я просто делаю вывод. Значит, так. А вывод такой что-то. Начинали мы со списка теорий истинности. Корреспондентская, гогерентная, авторитарная, прагматическая. И вот в данном контексте, в данном контексте, то, что я рассказал, они, как таковые теории истинности, теряют смысл, они перестают быть теориями истинностями, а превращаются в правила получения истинных суждений в тех или иных логических мирах. Это правила получения. То есть они не противоречат друг другу. В одном мире устанавливаются прагматически, в другом мире авторитарно, в третьем мире конвенциально. То есть это способы получения истинных суждений, из набора истинных суждений в данном конкретном логическом мире. Вот. Это один вывод. И этих правил может быть много. Может быть, изобретен какой-то новый логический мир, скажем, в квантовой механике, в котором правила получения истинных суждений отличны от правил получения истинных суждений в классической механике. И другой вывод, с которым вы не согласны, на который очень сложно показывать, тем более рассказывать в споре, а нужно писать, это что истинность получается только и всегда от суждения к суждению. И когда мы говорим о соотнесении с опытом, то это обращение к статистическому методу анализа. То есть так в языке статистически сложилось. Или в опыте так сложилось. Но это все равно статистический метод, а не прямое соотношение, скажем, даже я пропустил целую тему, это истинность в науке. Когда мы говорим об истинности эмпирического суждения, это не значит, что мы некое сравнение с истинностью, а это всего лишь суждение о приборах. Это все равно некоторое суждение, которое получено статистически. Статистически по количеству измерений. И статистически, поскольку мы доверяем этим приборам, они работают... Там же сравнивается, понятно, не суждение, как бы сравнивается с опытом, а сравнивается некое, да, как бы... Ну что, мы не знаем, что там сравнивается. Конечно, мы только берем суждение, да. Это суждение. Но суждение сравнивается не тем, что непосредственно суждение. Мы не забираем эту тему, там она... Если хотите, почитайте. У меня эта работа выложена. Вот. Так что, а, у меня в конце работы, значит, написаны вот такие. Вопросы для возражающих. Вместо обещанного вывода попробую дать несколько советов тем, кто накопил возражения противописанной здесь на домировой концепции истинности. Или отдельных ее положений. Если вы хотите опровергнуть релятивность теории, то покажите, что для любого предложения существует только одно значение истинности. Ну, например, что предложение «Президент сказал правду» всегда истина. Если вы не согласны с тезисом, что истинность предложения установится только исключительно путем сопоставления его с другими предложениями, то предложите механизм сравнения предложения последних слов, скажем, с дождем или снегом. Нет, нет, вот я вот тут как раз возражу, я думаю, достало время. Потому что... Давайте я закончу. Ну, нет, 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 сейчас вот здесь. Тут сказано, что надо сравнивать предложения с предложениями. А мы сравниваем, ведь врет президент Летт не с предложениями, а с реальностью всего делами. Дело в том, что реальность и дела это тоже предложения, которые мы формулируем. Когда я формулирую... Мы врет дела называем предложениями, но смотрим-то мы на факты. Да, да, да. Факт это только предложение. Нет, нет. Нет, факт это... Факт... Знаете, почему факт не предложение? Потому что тот же факт нужно описать там различными бесконечными предложениями. Вот именно поэтому он не факт. Нет, и поэтому факт отличается от предложения. Нет, и поэтому предложение при этом является релевантностью абсолютно никак. А факт остается. Факт за один из двух раз, за один много. Так, вот здесь в том-то и детстве. Когда я спрашиваю, какой был факт, что мне отвечают? Предложением. Один. Второй. Третий. Так это уже чёрт, это уже теоретики языка. Нет, 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 не теоретики языка. Потому что у нас с вами... Нет, нет, нет. У нас один факт, так здесь вот разными языками. Нет, давайте... Я спрашиваю... Это ангелийского. Нет, давайте... Я спрашиваю, какой факт свершился. Мне должны ответить предложения. Понятно. Потому что мы... Нет, давайте не... Нет, подождите, подождите. Это понятно. Зачем банальности? Я пьюсь. Алиска, только потому... Это не банальности. Подождите, только потому, что мы на языке разговариваем. Да. А если бы мы мыслями переобменивались? Или как бы картинка... Как бы предложение? Нет, если бы картинка... Вы мыслите предложениями, что ли? Нет. Я бы... Когда я сформулировал факт... Вот, кстати, так... О, вот, 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 смотрите. Значит, а представьте следующее. Представьте, что нам показывают видео с звука. Путин дает деньги инвалиду. Инвалид уходит. А Путин тут же берет руку, вытаскивает из кармана. Идет в ларек, покупает водку и выпивает. При этом звука никакого. Вообще. Никакого языка. Ребята, вообще нет. Я вообще не могу показывать. Вы за ответы не хочешь приказно знать, что это предложение? То есть, и... Когда мы говорим о... Магдан, мы говорим о... Нет, 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 вот, вот в видео. Никакого звука. Ребята. Никакого звука. Никакого языка. Ребята, понимаете, что есть? Есть такая вещь. После этого говорит президент, говорит правду. Нет, подождите. Можно сказать, я маленькую правду скажу. На самом деле, Александр прав в чем? Что надо свести все к единой системе. И должна быть единая система общения. Не так же, получается, что я руками машу, Александр Мусловник говорит. Но вот эта редукция, почему она должна быть, это непонятно. Это вы предлагаете. Я объясняю, что это факты. То же самое, что и мы говорили здесь и про снег. Есть предложения, которые описывают некий факт, одинаково для всех. И мы считаем, что снег белый, это факт. Потом нам показывают... А снова звука. Стоп, 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 стоп. Потом нам показывают нечто вот такое на экране и спрашивают. Какой факт вы видели? Один сказал одно предложение, другой сказал другое предложение, третий сказал... Что там было? Не, подожди, а у Васи, может быть, снег... Нет, стоп, стоп, стоп. Ты куда? Не бегай. Дело в том, что... А на стенах вообще? Когда мы принимаем, что факт, это только предложение, то есть факт, вот какой факт? Не просто что-то бзикнуло, да? А мы сказали, взорвалась бомба, или упал метеорит. То есть, это разные факты, да? То есть, когда мы... У меня вот... Сейчас, стоп, нет, 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 стоп, нет, вы просто ушли от моего... Вы опять к своему снегу? Нет. Вот у нас есть видео. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Спышка, это факт. Это моему снегу. А для кого-то... Нет, а ускуждение, пролетел метеорит? Нет. Сказал, что брако отличается... А это предложение. Нет, я не говорю про спушку. Вот я увидел спушку, я говорю, летит метеорит. Да, это предложение. А другой говорит, летит, это была боба, там... Нет, правиль. Ну, факт отличается от предложения. Ну, кстати, у Александра Висмина такой один большой симулятор. Вот, Женя, еще раз, вот мы показали видео с президента. После этого, значит, говорят президент, появляется там надпись президент, всегда говорит правду. Да, нет. Вот какое предложение было в этом видео? Какой язык был? То предложение, которое сказал смотрящий. Вот каждый человек, вот вы зашли в какой-то дом, сказал, я только что видел вот это, я видел это в акт. Вот он сказал, и для него это факт. А как же вы тогда физики-то у вас это... А я объясняю, что вот... А я, я, я говорю, вот есть уровень, вот это, весь диапазон, весь диапазон. Вы хотите утвердить некое правило установления истинности, предложения на этом, и туда поднять. Я хочу сказать, что факты везде одинаковые. Так, я просто говорю, что... Стоп, стоп, я продолжаю тогда. Вы зашли в один дом, сказали, значит, один факт, в другой дом. Нет, ничего не говорили. Стоп, 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 я говорю, я говорю. Он сказал один факт, другой сказал другой факт. Но если вы того спросите про булыжник в окно, и тот скажет булыжник в окно, и тот скажет булыжник в окно. Дело в том, что для многих, когда оно совпадает, оно совпадает. То есть для большинства населения, для большинства населения, факты физически называются одними и теми же предложениями. Не языковая реальность существует? А существует волна, когда ее никто не видит? Не языковая реальность существует? Конечно, существует. Но у вас получается что? Нет, факты только на нас. Ну, факты, факты, нет. Нет, понимаете, когда плывет Колумб, и его не видят, индейцы, они называют факт, есть буруны. И жмрианти. А факт на то, что плывет Колумб? Финомен, нет. Когда я скажу, что такое факт, это название того, что произошло. А то, что происходит событие... А на самом деле, это факт, это не интерпретация факта. Дело в том, что это аналогично. У нас существует, когда я не вижу. Так что, это проблема аналогичной камбовской вещи в себе. То есть мы говорим, что то, что мы называем характеристики, это явление, а есть еще весь в себе какая-то. Вот факт, это вот та вещь в себе. Я вот еще хочу сказать, тут тоже выпало, ладно, контекст. Есть еще такое понятие, как знаковая система, да? То есть вот то же видео, или то, что мы видим, оно может быть описано как знаковая система, но это все-таки не язык, да? Это... Нет, ну знаковая система, в данном случае мы любую знаковую систему читаем. Нет, без всякой знаковой системы. Факт есть и все. Но это как феномен. Нет, факт, но скажем так. Есть множество событий какое-то. Ну, свершается, да, свершается. Но, скажем, обычно вот на улице что-то произошло, да? И каждый факт увидит, там разный. Один увидит, что-то было тратно, а другой... Нету людей, кошка рожает котят, людей нет. А в темноте лежит, кошка рожает котят, это факт, чтобы рожать котята или нет? Без относительно нету, никто не смотрит. Кошка рожает котят. Нет факт, нет. Ну почему не луна и нет? Нет, дело в том, что пока и не про... Нет, дело в том, что... То есть у них нужно здесь, в внешнем. И луны нет, когда они не лили. Дело в том, что кошка рожает котят. Нечто происходит. Нечто происходит. Ну это факт, что она рожает котят. Нет, там может быть гнитофор стоит. Нет, подожди, нет, нет. А кошка конкретно рожает котят. Нет, подожди, нет, нет. Нет, подожди, кошка ведь не зависит от нашего... Нет, это что она рожает котят или нет. А она просто... Вот это, вот это. Это факт или нет? Что происходит? Называем кошка рожает котят. Мы это называем. Мы же почти все это называем. Это мы называем, чтобы друг другу передать. Я смотрю, она рожает. Допустим, она рожает котят, потому что она рожает котят. Мы описываем события. Какое? Что такое рожает эфир? Ну ладно, давайте закончим. Это уже отдельная тема. Ну все, он уже настолько душно, что... Не, ну будет интересно, на самом деле. Молодец, Александр сегодня хорошо выступил. Продолжение следует...